Уважаемые коллеги, дорогие друзья, большое спасибо, прежде всего, за то, что вы пришли сегодня сюда. Мы проводим мероприятие научно-эксперинентальном жанре, в жанре публичного диспута. Хотя он имеет давнюю традицию, мы пытаемся находить какие-то новые детали, новые формы, чтобы оптимизировать, в том числе для того, чтобы сделать интересным и даже, может быть, отчасти зрелищным такого рода мероприятие. И самое главное, чтобы потом можно было воспроизвести их в качестве готового текста, как факт некоторой дискуссии, запротоколированный факт, некоторой живой дискуссии. Сегодня мы обсуждаем противостояние натурализма и трансцендентализма в вопросе о трактовке природы и способа бытия сознания, говорим об онтологии сознания. Конечно, вы скажете, подумаете, что это спорная формулировка, с этим невозможно не согласиться. Вариант формулировки сугубо рабочий, отчасти может быть провокационный. У нас есть некая интуиция противостояния разных подходов к теории сознания и в плане онтологии, того, как существует сознание и в плане методологии, как можно его исследовать. Но мы выносим это за скобки и для нас пока нет ясности, в чем состоит такое противостояние. Как мне кажется, задача программы «Максимум» нашего столкновения – это скорее выяснение собственных позиций по отношению к позициям другим. Но вместе с тем такое выяснение, которое формируется на фоне понимания позиций другого или контраргументации позиций другого. Я хотел бы отдельную благодарность выразить Сергею Михайловичу Левину, одному из наших участников, потому что он, кроме всего прочего, активно помогал в организации этого мероприятия. Он высказал такую мысль, что есть риск, что не получится диалог, а будет сражение стенка на стенку. Но я думаю, что в этом даже есть свой плюс, есть своя продуктивность, потому что, что называется, обменяемся пинками и пойдем друзьями. Мы будем знать, что можно ожидать от другого, что можно ожидать от оппонента. Но я надеюсь, что если не решит, то обозначит вот эти моменты сам спор. Никакую заведомую идею мне не хотелось бы в него вносить. Я просто хотел бы перед нашим разговором, вернее, перед тем, как перейти к регламенту, сказать о самой оппозиции, которая мотивирует нашу встречу. Почему? Потому что действительно кажется, что сознание можно исследовать различным образом, и есть различные подходы, есть различные тейсы о том, как оно существует, каким образом оно может быть доступным. И вот, глядя, может быть, тут я, конечно, отчасти заинтересован и преднамерен, из трансценденталистского угла на позицию натурализма, мне кажется, что возникает некоторое недопонимание. И, может быть, я об этом в конце скажу нашего заседания, своего рода двусмысленность появляется, далее, может быть, амонимия, которая не позволяет решить, вернее, завязаться даже к продуктивному спору. То есть мне кажется иногда, что трансценденталисты и натуралисты, взять это в широком смысле слова, просто в разных термах употребляют понятие сознания, и поэтому невозможно не только продуктивное сотрудничество очень часто, но даже продуктивная критика. Потому что контраргументы одних целят мимо тейсов других, потому что тейсы, собственно говоря, понимаются каким-то превращенным образом по сравнению с тем, как это формулируют оппоненты. И вот в этом смысле мне хотелось бы привести такой пример, который простекает из главы сознания и его места природы в книге Джона Сёрда «Открывая сознание заново». Там он описывает ситуацию, в которой он декларирует, что подлинное изучение сознания, которое, видимо, соответствует позиции натурализма, должно основываться на фактах современной науки, в том числе на физических и биологических теориях, хорошо всем известных. И он описывает свой опыт, когда он приезжает в Индию с тем, чтобы прочитать свои лекции, и представители местной научной общественности говорят, что все то, что он читает, совершенно неправда и совершенно неправильно, потому что они, жители местные ученые, они в прошлой жизни были лягушками, змеями или какими-то другими живыми существами. Их опыт гораздо, в общем-то, вернее, не менее аутентичен, чем опыт европейского или американского ученого, который опирается на факты науки. И вот, как мне кажется, очень часто взгляд из перспективы натурализма, он похож именно на трансцендентализм, именно на данную ситуацию. То есть трансцендентализм мыслится как нечто, что отрицает факты науки, вводит какой-то другой альтернативный опыт, едва ли не мистический опыт, и тем самым должен быть сброшен с корабля, что называется, современности, исключен из рассмотрения при современных подходах к сознанию. И вот для меня, конечно, такое столкновение, это повод прояснить для себя, в том числе, как для представителя трансценденталистской установки, не являемся ли мы такими самыми индусами, да, философскими, которые, на самом деле, выдумывают в прошлой жизни свои лягушачьи, червячьи или еще какие-то другие, или же действительно мы тоже можем научно мыслить, да, может быть и строго научно мыслить, как требовал Гусарль. Но вот мне не хотелось бы дольше об этом разглагольствовать, это просто мое такое предварительное соображение. Сейчас несколько слов о регламенте, и я, дальше мы не будем вас утомлять, перейдем, собственно, с их пору. Работаем мы следующим образом. У нас есть две команды. Команда трансценденталистов, я сразу же представлю участников, это Георгий Игоревич Чернавин, высшей школы экономики Москва, это Алексей Эдуардович Савин, Институт философии Российской Академии Наук Москва, и школа, и команда натуралистов Сергей Михайлович Левин, Санкт-Петербургский филиал высшей школы экономики, и Мария Александровна Секасовская, СПБГУ. Работаем мы следующим образом. Сейчас мы бросим жребий, чтобы у нас все было спортивно, для того, чтобы выяснить, какая команда будет начинать. Сначала выступает одна команда, каждому участнику отводится по 20 минут для презентации своей позиции по тем вопросам, которые были обозначены в том числе в аннотации, и после их выступления мы разрешаем, ну мы, да, в смысле, регламент допускает, вопросы от оппонирующей команды. После ответа, уточняющей вопроса, да, слово дается второй команде, которая на основании обоих выступлений формулирует критические замечания, какие-то неприемлемости с точки зрения той, на которой они находятся, да, с их позиции, для того, чтобы заострить вот это противостояние между двумя лагерями, между двумя командами. Ну, в ориентации где-то на 10 минут, да, на критические замечания каждому участнику той команды. Потом мы проводим обратную процедуру, выступает другая команда, оппонирующая команда уточняет их позицию и потом высказывает свою критику. Вот. Наверное, после этого мы сделаем перерыв для отдыха, после этого мы создаем такую открытую ситуацию, в которой уже работают не только наши эксперты, наши команды, но, ну, я думаю, что при таком количестве, наверное, вряд ли мы сможем каждому предоставить слово, да, поэтому просим серьезно подумать, прежде чем наступать, да, и сформулировать четко свои тезисы. Ну, Евгений Витальевич, вам, я думаю, что полчаса должно хватить для такого выступления. Вы сможете задать свои вопросы, во-первых, участникам из обеих команд, и затем пять минут для собственной реплики, отводится желающему, так сказать, открытого микрофона, ну, извлечем, извините, пожалуйста, кафедру, и, может быть, не выйти, что-то сказать, да, и потом дадим уже заключительное слово нашим участникам в порядке, обратном порядку выступлений команды, да, то есть поменяемся порядком. Ну, и потом, может быть, какие-то заключительные слова у нас будут, вот, таков регламент, да, если каких-то возражений нет, то тогда мы приступаем к жеребьевке, у меня есть волшебка. Я, вот, технический комментарий, если мы будем первыми, то мне нужна презентация. А вам нужен пароль, да? Да. Евгений Витальевич, можно попросить об одолжении, сходить в кабинет ТСО и спросить пароль? А, он известен, да? А, есть, да? Там сверху написано, приклеен скотчем пароль и логин. Лав, Лав, Лав Иран, будьте любезны, можно попросить там ввести его? Кто или не догадаетесь? Вот. Еще пока не ясен расклад. Можно начать ревьерку пока. А, может, им понадобится. Да, да, да. Тогда им понадобится. Вполне может там лечь как-то так, что у них не будет слова. Да. Так, ну что, никто не возражает, если орлом будут... Условия, еще не надо. Да. Если что, я же в СГС буду снимать очень много. Обязательно. Ну, кстати, могут подойти капитаны команды, Алексей Главович, Михаил Михайлович. Да? Решка будет трансценденталисты, а орел натуралисты. Не вызывает возражение? Нет. Нет. Ну, у нас боли скромные. Это так? Объявляйте, пожалуйста. А я не вижу все равно. Мне главное зафиксироваться. Орел. Так что мы начинаем с натуралистов. Сергей, а вы здесь, да? Ну, ты смотришь. А если кнопка есть, я смогу оттуда переключить? Я бы, конечно, сидел. Нет, 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 нет. Тогда мне придется стоять, да. Первый угловой, да? Так, здравствуйте, уважаемые присутствующие. Так выпала судьба, что первыми выступаю я. Значит, мой доклад будет называться «Натуралистическая онтология сознания». Я так понимаю, что у меня 20 минут, как я читал, что доклады, в презентациях, в которых присутствует мозг, вызывают большее доверие аудитории. И также я прочитал исследования, в котором написано, что доклады, в которых присутствуют фотографии котов, вызывают большее удовольствие у аудитории. Поэтому у меня присутствует и то, и другое. И, как вы видите, по ходу доклада они присутствуют не только для этих целей. Вопросы чей? Кота или... Вопросы чей? Все, мы все узнаем по ходу доклада. Вначале я бы хотел поговорить о том, что мы вообще понимаем о сознании, какие аспекты сознания мы считаем релевантными, и как раз установить, возможно, то поле дискуссии, вокруг которого мы сможем ее продолжать. Потому что, как верно отметил Андрей Борисович, очень часто мы говорим на разных языках, о разных вещах. Потом я постараюсь задаться вопросом о том, есть ли у сознания однозначный онтологический референт. Я постараюсь показать примеры, прослушав которые, вы вынуждены будете признать, или вы их подув, или заподозрите, то, что ваши интуиции, а сознание очень часто не столь надежны, как вам кажется. И что однозначное приписывание или не приписывание сознания к какому-то объекту или субъекту, оно не всегда так просто, как кажется. И потом мы поговорим о том, как сознание существует в физическом мире. Насколько хватит ли мне времени на антинатуралистические альтернативы, мы увидим. Возможно, четвертый пункт я опущу. Итак, начать я бы хотел с категориальной ошибки. Это понятие ввел Гилберт Райл, собственно, главный философ сознания 20 века, который сказал, что когда мы говорим, что сознание и тело – это какие-то две разные ситуации, мы совершаем категориальную ошибку. То есть, читая какой-то текст, долго разговаривая о каком-то объекте, у нас может создаться иллюзия того, что объект, о котором мы говорим, существует. И он существует как нечто реальное. Например, человек, который долго читает про университет, может приехать в Санкт-Петербург и, наоборот, недостаточно долго читает про университеты, может приехать в Санкт-Петербург и попросить показать ему университет. Ему покажут, что здание 12 колей. Он скажет, хорошо, а вот это вот желтое здание, это что? Он говорит, это институт философии. Но это уже не университет. Нет, это тоже университет. Потом говорит, значит, университет и то, и это. Ну, хорошо. Он говорит, значит, университет вот эти два здания. Говорит, нет, университет это больше, чем эти два здания. Возможно, мы показываем, что это еще ректорских лигий. Но сколько бы зданий мы не показали, ни одной из этих зданий не будет университетом. И ожидая увидеть здание, которое будет репрезентировать университет, даже если это здание было бы одно, мы будем совершать категориальную ошибку, думая, что университет указывает на какой-то объект, допустим, материальный объект. И натуралистам часто ставят в упрек и ожидают, что если ты придерживаешься натуралистической точки зрения, натуралистической парадигмы, натуралистического взгляда на сознание, это означает, что ты будешь показывать сейчас какой-то нейрон и говоришь, что сознание – это вот это. То есть я вам хочу сказать, что это не всегда так. И парадигмы, натуралистические парадигмы гораздо богаче. Когда мы говорим про то, что такое сознание, мы должны прежде всего отдавать себе отчет о том, что это не всегда что-то, на что мы однозначно можем указать. Поэтому, чтобы как-то все-таки обозначить, конкретизировать поле о том, о чем мы будем говорить, я выписал список того, что мы можем назвать некоторой ментальной активностью. Я не утверждаю, что этот список исчерпывающий или что мы не можем что-то из него вычеркнуть. Я думаю, что каждый согласится, что то, что здесь написано в определенном контексте может описывать нашу ментальную активность, то есть деятельность нашего сознания, каким-то образом относится сознание. Когда мы чего-то желаем, что-то намереваемся сделать, когда мы ощущаем боль, когда мы видим какой-нибудь красивый рассвет, чувствуем запах свежескошенной травы и так далее, мы согласимся, что это относится к нашему сознанию или к сознанию какого-то другого человека. Когда мы решаем какие-то примеры математические, вспоминаем какую-нибудь историю, забываем какую-нибудь историю, представляем замок, не знаю, какой-нибудь красивый замок, боимся пауков, верим на что-нибудь, шутим. Во всех этих случаях мы говорим, что наше сознание каким-то образом задействовано. Это относится к сознанию. И, скорее всего, все из вас согласятся с тем, что тот, про кого мы можем употребить эти глаголы, и это будет соответствовать действительности, это будет соответствовать действительности, обладает сознанием. То есть вряд ли кто-то из вас скажет, что тот, кто чувствует боль, планирует, ощущает запах цветов, злится, любит, раздражается, вот этот субъект сознанием не обладает. То есть вот любой объект, индивид, который делает это все, и даже больше, и даже те другие глаголы, которые вы сможете обидеть, вспомнить, мы согласимся, что он обладает сознанием. Мы можем вернуться потом к этому вопросу, но, скорее всего, я ожидаю здесь какой-то консенсус. При этом мы также согласимся, что отсутствие любого из этих, любой из этой активности не будет нам говорить о том, что сознания нет. Допустим, если человек не умеет считать, мы не скажем, что у него нет сознания. Если у него проблемы с памятью, он не может ничего запомнить, то не может ничего вспомнить из того, что было до этого, и потом запомнить, а потом вспомнить, соответственно, не может. Мы тоже не скажем, что он обладает сознанием. Соответственно, любой из этих глаголов мы можем вычеркнуть из списка. Но если мы вычеркнем все, плюс те, о которых вы подумали, нам будет сложно говорить, что этот объект, который не чувствует боли, не дум, ничего не может представить, ничего не планирует, ничего не желает, вот у него есть сознание. Я сейчас не договорю о тех способах, которых мы узнаем, насколько эти глаголы соответствуют действительности. Но я просто говорю, что если они соответствуют действительности, если мы их употребляем в том смысле, в котором мы привыкли, мы согласимся с тем, что тот, кто может это все делать, он обладает сознанием. Дальше можем задаться вопросом о том, обладает ли сознанием исключительно люди. Является ли это исключительно людским предикатом или обладает сознанием. Возможно, упоминавшиеся Андреем Борисовичем из книги Сёрла примеры с какими-то животными из Индии, возможно, они тоже обладают сознанием. То есть можем задаться вопросом, а есть ли сознание у животных? Как вы говорите? Есть ли сознание у животных? Например, как обезьяны. Обезьяны, как вам кажется, они умеют решать, планировать задачи, чего-то желать. Очевидно, могут. Могут ли они испыкивать боль? Скорее всего, да. Например, если у вас есть собака, у многих из вас здесь присутствующих есть собака. и у кого-то есть кошки. Я думаю, что большинство из вас согласится с тем, что ваша собака вас любит. И вы согласитесь с тем, что ей бывает грустно, когда вас нет. Ей бывает больно, если вы сделаете что-то ей больное. Что-то такое, что вызовет у неё боль. А если у вас есть кошка, вы согласитесь с тем, что кошка может быть злопамерна. Что кошка может отомстить вам. Вот у меня был код Барсик. Он, значит, если что-то происходило не по-моему, он перегрызал телефонные провода. Вот просто... Ой, не по-моему, не по-его. Вот он просто перегрызал телефонный провод. Это время ещё было проводных телефонов. И поэтому это довольно существенное было наказание меня им. и вы можете согласиться с тем, что животные, некоторые животные обладают теми признаками, которые я перечислил до этого. Если мы дальше перечисляем животный ряд, переходим, допустим, к хомякам. С хомяками уже сложнее. То есть, возможно, мы согласим, что хомяки могут чувствовать боль. Но могут ли они что-то планировать сложнее. И дальше мы переходим в царство животного мира ещё на какой-нибудь примитивный уровень. Переходим к улиткам. Задаемся вопросом, есть ли сознание у улиток? И здесь, я думаю, что многие из вас скажут, что, наверное, улиток сознания нет. Или какое-то такое прото-сознание, возможно. Но очень как в каком-то зародышке находится. То есть, рано или поздно мы должны будем провести некоторую черту и сказать, что вот вот здесь что-то подобное сознанию есть, а здесь ничего подобного сознания нет. И черта это всегда будет волонтарист. Ну, слишком сильно всегда будет. Черта это будет зачастую волонтаристская. Конечно, вы можете последовать Декарту, и читая Декарту скажут, что все животные это механизмы. Никакого сознания, души у них нет. возможно, нас отделяет от животных то, что вот как раз у нас-то сознание есть, а у них нет. И животные это механизмы. Ну, тогда можем задаться вопросом, а есть ли сознание у механизмов? Можно ли придумать робота, который будет обладать сознанием? И сейчас я попробую рассказать историю, которая написана на доске, и постарайтесь представить себя героем этой истории. Представьте, что вы участник этой истории, что это не про кого-то, а эта история про вас. Прочитайте, что у вас есть робот, который выполняет большую часть хозяйственной домашней работы. За время пребывания у вас он выучил то, что вы любите есть на ужин. Иногда он удивляет вас новыми блюдами. Также он знаком с вашими художественными пристарастями. Просит разрешения участвовать в просмотре фильмов. То есть вы приходите домой, включаете сериал House of Cards. Он говорит, можно я посмотрю с тобой? Я все сделал по дому, хочется посмотреть мне тоже. Ну хорошо, садись рядом и смотри со мной. И он активно участвует в вашей жизни. Так, как это написано на доске. В течение десяти лет он является буквально вашим можно сказать сожителем, потому что он находится с вами в одном жизни. И ваша жизнь, ваши жизненные миры плотно пересекаются. у него есть какие-то свои интересы, он выращивает цветы, поливает их, чтобы не было скучно, когда вы уходите на работу или уезжаете в делительную командировку. Но однажды происходит что? Появляется новая модель робота. Появляется новая модель робота, и вы собираетесь его заменить. Говорите, слушай, тебя я продаю на Авито, а покупайся новую модель. Марвин говорит, я слишком к тебе привязался, если ты меня отдашь другим людям, я не смогу этого пережить. Он говорит, слушай, ну робот, ты робот, и не надо мне говорить, что ты можешь переживать. Ты моя собственность, я тебе передаю. Ну, если ты меня передаешь другому человеку, я убью себя. Такого не может быть, это запрещено твоей программы, это все, что угодно. можно говорить, но принеся домой, заказав на дом Марвина 2, вы обнаруживаете, что Марвин 1 убил себя, оставил вам прощальную записку и разбил все горшки с цветами. Сказал, что ты разбил меня так же, как я разбил эти цветы. и возможно, что ваши чувства к этому роботу составят вас поверить, что этот робот действительно был к вам привязан. Возможно, вы подумаете, что эта машина, когда она говорила, что она любит вас, что она любит свои цветы, возможно, она действительно это делала. и возможно, вам сложно будет отталкиваться, заткнуть эту интуицию, которая говорит, что это всего лишь железка. Ну, хорошо, что ж, мое время стремительно заканчивается. Поговорим о возрастных изменениях. Когда мы это были животные, это были какие-то роботы, поговорим про нас, про людей. Возможно, все эти примеры нерелевантны. Оказывается, у каждого из нас есть периоды в жизни, когда нам, как случай суть, очень сложно сказать, есть у нас сознание или нет. Есть ли сознание маленьких детей, есть ли сознание у младенцев, есть ли сознание зародочек, у плода. В какой момент оно появляется? В момент оплодотворения у него появляется чувство страха, любви и надежды, оказывается, что мы появляется ли оно сразу после рождения, появляется ли оно за день до рождения, за неделю до рождения. То есть оказывается, что здесь граница также размыта. И если человек также стареет, и возможно он уже не может говорить, он никак не реагирует на внешние стимулы, и вообще он ничего не делает, кроме того, присоединен к аппарату искусственного дыхания или же обладает ли он в этот момент сознанием. Тоже вопрос не столь однозначный. Теперь поговорим о коррелятах, физических коррелятах сознания. Поговорим о том, что происходит с нашим сознанием, когда оно в ходе нашей жизни. На этой фотографии изображен один и тот же человек. Один и тот же человек изображен здесь, потому что это знаменитый случай Финиса Гейджа, американского, это классический пример вообще из всех курсов по философии сознания. Этот рабочий во время работ по прокладке железной дороги через скалы стал жертвой жалостной трагедии. Железный пруд, который вы видели, он держал в руках, прошел через его череп и прошел ровно так, как вы видите на компьютерной реконструкции. А справа в верхнем углу череп, реально череп Финиса Гейджа. И после этого события он не только остался жив, с ним произошли изменения, которые можно связать с его ментальными, с качествами его сознания. То есть до ранения он был умен, надежен, исполнительным, был хорошим работником, ответственным семьянином, законопослушным гражданином. После ранения в целом он сохранил свой интерес, с ним произошли существенные изменения. Эти изменения вы видите на доске. И я думаю, что вы все согласитесь, что эти изменения относятся, если он был добрым человеком, стал злым допустим человеком, то это относится к сфере того, как мы описываем этого человека. Эти изменения от воздействия физических факторов могут носить более тонкий характер. Вот, например, вопрос про мозг. Это мозг китайского пациента, реального томограмма, и на этой томограмме вы можете видеть перемещение червяка. Перемещение червяка у него в мозге, который питался продуктами жизнедеятельности его мозг в течение нескольких лет там находился. Пациент когда у него находился червяк, говорил, что у него изменились ощущения цвета, вкуса, у него там были какие-то позывы почесаться где-то и так далее. То есть в его феноменальном поле очевидно происходили изменения, которые объяснялись воздействием на его мозг. Можно привести еще один пример. Все эти примеры были в других людях. Возможно никого из вас не пробивало голову, никому из нас не пробивало лома. Никого из нас червь не жил в голове. Но возможно можем на своем примере посмотреть, как это воздействие физического на наше сознание. Как можем это сделать? Можем выпить стакан водки. Выпив стакан водки, мы почувствуем изменения в феноменальном поле. Выпив два стакана водки, мы почувствуем еще больше этих изменений. Эти изменения будут носить явственный характер. То, что мы перечисляли в начале, качества, которые мы обладаем, те активности, в которых мы участвуем, ощущать боль, планировать и так далее. Эти активности постепенно будут угасать и будут даже недоступны. Или немного доступны. Мы видим, как связано то, что происходит с нашим организмом и с тем, что мы думаем. Я тут опущу некоторые вещи и перехожу в два слайда. Еще один аспект, на который я хотел обратить внимание, прежде чем я переливлю заключение, заключается в когнитивной дистрибуции. А именно, нам кажется, что иногда, что возможно сознание и ментальные процессы протекают исключительно в голове. Соответственно, то, что мы думаем, происходит у нас в мозге. И критики, ген сознания, это же не только то, что в мозге. Мы можем привести пример, который я обсуждал в свое время Слава Владимировна. Мы можем все согласиться с тем, что вычисление в уме это ментальная активность. Потом мы можем согласиться, что вычисление с калькулятором это ментальная активность или нет. Мы можем сказать, хорошо, калькулятором мы пользуемся, вычисляем мы его и пользуемся калькулятором. Потом мы переходим к рифмометру, к счетам, и наконец мы доходим до карандаша и до бумаги. И оказывается, что с карандашом и бумагой мы можем вычислить гораздо больше, чем без карандаша и бумаги. Оказывается, что такой предмет как карандаш и бумага и эластик сильно изменяет наши когнитивные способности. Оказывается, что то, как мы мыслим, оказывается, это не только результат того, что происходит с нами внутри, но и того, в каком контексте физическом мы находимся. Так, не пытаясь рассказать вам про все натуралистические теории, про все натуралистические потолки, а я перехожу к заключению. А именно, сознание, это зонтичный термин для обозначения множества явлений, в частности, нечеткого множества функций взрослого, здорового, божествующего человека. Я не говорю, что сознание исчерпывается этим, но это одно из значений термина сознания. Сознание не обладает кузальной автономикой. Если мы думаем, что мы можем изучать сознание в отрыве от эмпирических фактов, это означает, что те факты физического мира, которые нам доступны, могут существовать как-то параллельно сознанию. И сознание антологически сепарировано от них. Однако сознание не обладает кузами автономии, и в подтверждение этого есть огромное число эмпирических фактов. И игнорирование этих эмпирических данных абсурдно. Я закончил. Спасибо за внимание. Спасибо большое. коллеги, большое спасибо за организатором. большое спасибо всем за то, что вы пришли. И я очень как-то даже теперь боюсь выступать. Но я надеюсь, что у меня удастся что-то сказать. Значит, что бы я хотела сказать, во-первых. То есть, во-первых, отмечу, что у меня нет презентации, будет менее позитивно воспринято. но тем не менее, опять же, я хочу сказать, что философия сознания не обязательно ее делать с презентацией. Возможно, удастся и без презентации. Сейчас посмотрим. Тема, как вы понимаете, она совершенно огромна. То есть, философия сознания в натуралистической и в трансцендентальной перспективе это совершенно неподъемная тема. Сергей Михайлович буквально описал какие-то отдельные аспекты, отдельные пути несогласия, отдельные точки, в которых натуралисты как бы пытаются показать, почему они натуралисты. То есть, почему они считают, что эмпирический подход игнорировать невозможно и так далее. Вот. У меня, я хочу попробовать попытаться подойти немножко с другой стороны и сконцентрироваться на более конкретном вопросе на том, что думают натуралисты по одному более конкретному вопросу. Вот. А в частности, вот Андрей Борисович посылал нам для размышления четыре пункта. Четыре пункта относительно сознания, относительно того, как о нем мыслят натуралисты и трансценденталисты. И вот пункт второй звучал так, что возможно ли и нужно ли каузальное объяснение сознания из природных причин. И это тоже, конечно, огромный пункт. Но я хотела бы сказать, что здесь, мне кажется, можно... Это как раз тот момент, где, как кажется, натуралистическая философия сознания в самой слабой позиции находится. То есть, нам кажется, что сознание это такая вещь, которую невозможно объяснить, исходя из природных причин. Вот. И некоторые свойства сознания, как кажется, напрямую противоречат свойствам физического мира. И если мы верим в реальность сознания, то есть мы верим, что сознание существует, и если мы при этом верим в то, что физический мир тоже существует, вот это, казалось бы, напрямую ведет к нас, к натурализму. И что же это, что же это за такая самая сложная проблема? Это, с моей точки зрения, это проблема свободы. То есть, антинатуралисты полагают, что из натуралистической перспективы невозможно объяснить такую характеристику, которая присуща нам как сознательным субъектам, как свобода выбора, свобода действия и так далее. То есть, и, соответственно, я хочу просто рассказать коротко, в чем состоит эта проблема, и буквально предложить буквально один из ответов, который кажется интересным. Так вот, в чем состоит, собственно, проблема свободы для тех, кто разделяет натуралистическую установку? С точки зрения философов-натуралистов, я, как субъект, являюсь, тем не менее, и физическим телом. То есть, по крайней мере, может быть, у этого физического тела есть какие-то особые свойства в силу его организации, но, тем не менее, мое тело, это тело физическое, и, как все остальные физические тела, оно подчиняется законам природы. То есть, оно подчиняется законам физики. А что, соответственно, натуралисты, они придерживаются также представления о том, что физический мир причинно замкнут. Это называется принцип причинной замкнутости физического мира. И этот принцип состоит в том, что из положения дел, из полного описания положения дел в какой-то момент, допустим, назовем его момент Т1 и законов природы следует, определенно следует положение дел в момент Т2. Это принцип физической замкнутости мира. То есть, тут это антологический принцип. Он не говорит нам, что мы можем предсказать. То есть, тезис о том, что мы можем еще просчитать и предсказать, это более сильный тезис, и натуралисты не обязаны его придерживаться. Они могут сказать, что мир детерминистичен, но непредсказуем. В силу квантовых флуктуаций или в силу того, что даже физически детерминированные процессы, когда они слишком сложны, невозможно предсказать, происходит вычислительный взрыв, как это говорит теория хаоса. Но, тем не менее, принцип физической замкнутости мира это принцип натурализма, что у нас есть только одно законодательство. Это законодательство физических законов и других законодательств нет. Если мы говорим, есть еще дополнительное законодательство, законодательство свободы, которое присуще сознанию, мы тем самым выходим, получается, за рамки натурализма. Ну или, по крайней мере, так многие считают. Так вот, соответственно, сторонники антинатурализма говорят, если так, тогда вы натуралисты оказываетесь в сложной ситуации. Либо вы должны сказать, что никто не свободен, что мы все не являемся свободными и, соответственно, раз никто из нас не свободен, то никто не несет ни за что моральной ответственности. Либо объясните нам, как же, по-вашему, в этом физическом мире существует свобода. можно, когда у меня будет три минуты, вы мне скажете? Ладно, когда у меня три минуты останется. Значит, это проблема свободы воли в физически замкнутом мире. Вот. Как вы прекрасно представляете себе, она давно так или иначе в той или иной степени формализации существовала. Она возникла в 17 веке вместе с Декартовской, этой радикальным противопоставлением сознания и природы. И первый ответ, который был на нее дан натуралистами, скажем так, чуть-чуть, то есть слово натурализм современное, но, скажем, материалистами тогда, потому что современные натуралисты, они по большей части материалисты при этом. Первый ответ классический компатибилизм, так называемый, то есть классическая теория совместимости свободы и физического управления миром, то есть физической замкнутости мира. Это ответ Гоббса, который состоит в том, что быть свободным и поступать свободно означает всего лишь не быть физически принужденным к чему-то. То есть вот как бы Гоббсу говорят, ну, приблизительно, а что такое, вот ты Гоббс-материалист, ты говоришь, что душа это тоже своего рода тело и что все, что существует, это только тела и все тела подчиняются физическим законам, а как же тогда свобода? Вот как ты объяснишь, кто свободен, а кто не свободен? И Гоббс говорит очень просто. Человек, если вот он связан и не может ничего сделать, он не свободен. А если человек никаких физических препятствий к своему действию не имеет и ему никто не угрожает, и он может поступать в соответствии со своими желаниями, то тогда этот человек свободен. Вот. И дальше, естественно, дальше, естественно, то есть это такой классический компетибилизм. И дальше те, кто были не согласны с этой позицией, то есть сторонники противоречия между свободой воли и физическим детерминизмом атаковали классический компетибилизм с двух позиций. Во-первых, то есть с двух позиций. Во-первых, можно сказать, что для того, чтобы быть по-настоящему свободным, я должен быть не только автором своих действий, но и автором своих желаний. Вот. Соответственно, соответственно, объясните, соответственно, откуда же берутся мои желания. То есть они берутся из меня самого или они все-таки каким-то образом диктуются мне внешним миром. Вот. И вторая линия критики состоит в том, что если мои действия, то есть если я являюсь физической системой, физическим телом, то все мои действия, точно так же, как действия других физических тел, они подчинены физическим законам. И получается, для того, чтобы поступить так или иначе, я должен обладать способностью повлиять на течение физических событий. То есть это напрямую противоречит принципу физической замкнутости мира. Почему? Потому что принцип физической замкнутости мира говорит нам, что мир причинно замкнут, мы не можем вмешаться снаружи. А вот это представление о том, что я могу что-то сделать, получается, требует, что я могу вмешаться и не из самого физического мира что-то сделать. и много что было сказано по этому поводу. Я хочу воспроизвести два знаменитых аргумента, которые показывают состояние дел в этой области дебатов более-менее в настоящий момент. Во-первых, для начала я хочу напомнить вам, что говорят инкомпатибилисты, то есть те, кто говорят, что свобода воли и физический детерминизм несовместимы. И в этом смысле они же обычно являются и натуралистами, почти всегда. И как раз один из наиболее известных современных авторов в аналитической традиции философии сознания, который об этом пишет, это такой американский философ Питер Ванен Ваген, который в статье 1975 года, которая называется «Несовместимость свободы воли и детерминизма», он описывает эту ситуацию в формальном ключе. Я уже, правда, один раз цитировала эту статью раньше, но если кто-то помнит, то прошу прощения. я процитирую, как с точки зрения Питера Ванен Вагена формально доказать, что свобода воли и физический детерминизм несовместимы. Он говорит «Представим себе, что однажды некий судья должен был просто поднять правую руку в определенное время Т, чтобы предотвратить исполнение смертного приговора по отношению к одному преступнику, поскольку такое поднятие руки в соответствии с законами той стороны, в которой происходило дело, было знаком решения о смягчении наказания. Предположим далее, что этот судья воздержался от поднятия руки в указанное время и что в результате бездействия со стороны судьи преступник был казнен. Мы можем также предположить, что судья не был связан или парализован, что он не имел каких-либо телесных повреждений и что он решил не поднимать руку в момент Т только после периода спокойного извешенного размышления по сути дела. Мы полагаем также, что судья не находился под давлением какого бы то ни было рода, которое вынуждало бы его принять то или иное решение относительно приговора, что он не был загипнотизирован, не находился в состоянии наркотического опьянения и так далее. Я буду использовать символ Т0, чтобы обозначить некий момент времени, предшествующий рождению судьи, и символ П0, то есть это значит пропозиция, для того, чтобы обозначить пропозицию, которая выражает состояние мира в этот момент времени. Символ П, правда, долго, я не знаю, буквы не надо. окей, в общем, значит, суть этого аргумента состоит в том, что если детерминизм истинен, то из сочетания положения дел на момент времени, которое предшествует рождению судьи и законов природы, следует состояние дел в мире в момент, когда судья совершает это действие. И вот если бы, соответственно, если бы в этот момент судья поднял руку, то он бы сделал эту пропозицию ложной. Но соответственно, то есть из этого, в общем, этот аргумент формально показывает нам, я сейчас не буду его до конца рассказывать, потому что он длинный, но этот аргумент формально показывает нам, что если из состояния положения дел в некий момент времени, который предшествует рождению этого судьи и законов природы с необходимостью следует состояние положения дел в момент времени, когда судья поднимает свою руку, то нет никакого иного способа, чтобы это состояние положения дел, когда судья поднимает руку, изменилось. Если только у судьи нет возможности либо изменить прошлое, либо изменить законы природы. То есть это следует за определение детерминизма. Детерминизм показывает нам, что из состояния дел в момент времени плюс законы природы однозначно следует какое-то состояние дел в последующий момент времени. И получается, что если этот последующий момент времени состоит в том, что судья поднимает руку, это конкретный физический процесс, который происходит в этот момент. Он в соответствии с этим определением детерминизма и физических законов был предзадан еще до рождения судьи, то есть получается, что не было такого момента времени, когда судья мог изменить каким-то образом течение дел. И получается, что его желание или отсутствие желания, его размышления вроде бы не играют никакой роли для его действия, поскольку, или по крайней мере, они точно также предзаданы, как все остальные физические процессы. То есть поскольку либо он не может пожелать иначе, либо то, что он желает, само является следствием предшествующего положения дел и законов природы. То есть этот принцип детерминизма охватывает собой, получается, все. Ой, это тревожно. Так, значит, охватывает собой все. Детерминировано, конечно, что я сделаю, но я еще не знаю, как именно. Значит, вывод, какой делают из этого инкомпатибилисты? Что если так, то натуралисты оказываются в сложной ситуации. Либо они должны сказать, что есть способ как-то вмешаться в эти законы природы, сознание может в него как-то вмешаться. Либо мы должны признать, что действительно никто не может поступить иначе, чем он на самом деле поступает. И дальше предполагается, что если никто не может поступить иначе, чем он на самом деле поступает, то никто не несет ответственность за то, что он делает. В общем, стандартно компатибилисты пытались показать, что пытались идти по пути, пытались идти по пути ГОПСа и анализировать желания. То есть они пытались сказать, что неважно, детерминированы желания самого судьи или недетерминированы, важно то, что он поступает в соответствии со своими желаниями. И если вот он хочет поднять руку, неважно, откуда взялось его желание поднять руку, может быть, он так предзадан на всей предшествующей истории мира. Если он поднимает руку, потому что хочет, значит он свободен. Но инкомпатибилисты, так же, как это показывает Ванен Ваген, они говорят, что ведь он же не может поступить иначе. Поэтому хочет он или не хочет, показывает, что принцип альтернативного действия для него закрыт. То есть натурализм и детерминизм не позволяют сознанию внести альтернативное течение дел в мир. То есть получается, что то, что мы делаем, вытекает из того, кто мы есть, из того, каков мир. Но, если можно, я еще попрошу две или три минутки. То есть, значит, но вот это рассматривалось всеми как большая проблема для натурализма, пока Гарри Франкфурт не предложил, пока Гарри Франкфурт не поставил под вопрос принцип альтернативного действия. И я просто хочу закончить тем, что я расскажу его пример. То есть Гарри Франкфурт, тоже такой американский философ, в 969 году опубликовал статью «Альтернативные возможности и моральная ответственность». И в этой статье он говорит, что может быть, мы выносим суждение о моральной ответственности даже тогда, когда возможности поступить иначе у человека нет. И какой он пример приводит? Пример, конечно, в духе натурализма. Я, значит, сразу предупреждаю. То есть, значит, представим себе, говорит Франкфурт, что есть некий человек, назовем его Смит, который хочет убить Джонса по каким-то своим внутренним причинам. Не любит он Джонса, хочет его убить. Есть еще некий нейрохирург Блэк, который ночью, пока Смит спокойно спит, а на следующий день он собирается, значит, убить Джонса. Значит, этот нейрохирург прокрадывается в дом к Смиту и встраивает хирургически в его мозг особый, так сказать, чип. Да, особый чип, задача которого какая? Отслеживать те процессы, которые в мозге происходят и в случае, если Джонс, как он и собирался поступить, убивает, то есть, вот как бы делается действие для того, чтобы убить Блэка и как бы убивает его, то ничего не делать. Соответственно, этот чип в таком случае ничего не делает. А в случае, если... Нейрохирург Блэк при этом сидит, отслеживает процесс. А в случае, если вдруг Смит задумается и как-то у него совесть проснется, и он решит, что нет, я не хочу, не буду убивать Блэка, в этом случае нейрохирург может вмешаться и активировать этот чип, и тогда чип заставит Смита убить Джонса. Но, значит, когда наступает следующий день, Смит выходит, куда он запланировал, подкаруливает там Джонса, и никаких угрызений совести, никакого раскаяния совершенно не испытывает, а убивает Джонса, как и хотел. А, значит, Блэк не вмешивается, но считаем ли мы, что Смит морально ответственен за свой поступок? Франк говорит, что, наверное, считаем, ведь ничего же не произошло. То есть он как бы действовал так, как хотел. Но, тем не менее, у него не было возможности поступить иначе, потому что если бы он вдруг раскаялся и уже не захотел бы убивать Джонса, тогда бы вмешался Блэк, и Смит все равно бы его убил. Таким образом, Гарри Франкфурт в этой статье ставит под вопрос принцип альтернативных возможностей. То есть действительно ли нам так необходимо для того, чтобы быть морально ответственными агентами? Действительно ли нам необходима эта возможность вмешаться в течение мировых событий? И дальше уже эти дебаты продолжались с учетом вот этого. Все. Спасибо большое. В критической части переходим. Пожалуйста, уважаемые транслянденталисты, сначала вопросы на уточнение, если возникли таковые. Алексей Эдуардович. Ну, у меня сначала вопрос к Сергею Михайловичу. Вот если следовать вашему определению сознания, как нечеткому множеству функций взрослого, здорового, бодрствующего человека, ну, не кажется ли вам это определение, ну, жутковатым философски? Ну, мягко говоря, нечетким, не бодрствующим, там, ну, там, далее, нездоровым и невзрослым. Ну, да. Вот. То есть, не пугает ли вас то обстоятельство, что вы таким образом определяете сознание, да, ну, в качестве, ну, в качестве некоего итога своих размышлений? Спасибо. Ну, во-первых, я все-таки оговорюсь, что это один из возможных, но из возможных определений сознания. И оно, вот в том, как я его сформировал, вот такая интерпретивистская, оно в рамках интерпретивистской традиции сознания. То есть, вот, есть функционализм, который говорит, что сознание — это некоторые функции, и есть ответвление функционализма, которое называющееся интерпретивизм, которое говорит, что сознание — это всегда некоторая интерпретация, которые мы приписываем некоторым объектам и самому себе в частности. И это не единственная натуралистическая позиция. То, что она не соответствует каким-то эстетическим стандартам, принятым в отечественной философии, что я могу сказать, не соответствует, возможно. Но насколько эти стандарты обоснованы, это раз. И во-вторых, тут главное, знаете, на что я хотел обратить внимание. Когда мы говорим о сознании, мы всегда должны понимать, что у нас, что это термин со множественной коннотацией. У нас не всегда, и тем более, и поэтому нам сложно выделить вот эту четкую вещь, на которую мы бы указали, сказали, это сознание. Вот когда я перечислял активности, в которые, по идее, должен включаться человек или индивид, обладающий сознанием, я же подчеркнул, что если какой-то из этих активностей нет, мы не скажем, что сознания нет. Поэтому нечеткое множество функций именно подчеркивает вот это слово. Вот нечеткость именно подчеркивает смысл того, что сознание – это термин с семейным значением. То есть, как у Виттенштейна, знаете, семейное сходство, он говорил, что игру, вот какое определение игры не дай, всегда будет игра, которая не подходит под это определение. Или, если возьмем слишком широкое определение, будет игра, которая, какая-то активность, которая не игра, но в это определение подпадает. Поэтому сознание, точек, как все термины в нашем языке, оно – это термин семейного сходства. И поэтому, употребляя его, мы вынуждены оперировать нечетким множеством значений и ассоциаций. Меня-то… Ничего, если я в продолжении. Меня-то беспокоит здесь другое, даже не указание на нечеткое множество функций. Вы это достаточно хорошо… Нечеткость вы достаточно хорошо продемонстрировали в докладе. Вот. Меня интересует инстанция развлечения взрослого от невзрослого, здорового от нездорового и так далее. Ведь, понятное дело, что вот все те определения, все эти термины, которые вы сейчас втянули в определение, эти термины предполагают некую различающую работу. Эта различающая работа выстраивается с помощью какого-то механизма мышления. Возможно, некоторых институтов мышления и так далее, там, врачебных практик, много чего. Когда вы в рамках философского дискурса настолько неотечественного и современного, о котором вы, ну вот как-то так, небрежно, а просто философского дискурса вводите туда кучу… имплицитно вводите кучу неявных развлечений, неявных инстанций власти различающих и так далее. Ну, философски это не может быть признано, ну, ответственным. Спасибо за это критическое замечание, что мне кажется, когда мы говорим, что… когда мы говорим… Спокойствие. А я думаю, кто хулиганит? Казалось, что взрослый человек действительно довольно размытая, понимаете. Вот у нас вы говорите слово «взрослый», ну что значит слово «взрослый»? Вы говорите «здоровый», ну что значит слово «здоровый»? Большинство из нас не испытывает никаких проблем для того, чтобы в обычном контексте отличить здорового человека от нездорового, взрослого, от маленького. Когда я вижу ребенка, у кого два года, я вижу Андрей Борисович, я знаю, что Андрей Борисович взрослый, а ребенок лучше… Может, инфантивный. Он не взрослый, видите. То, что когда мы используем одно понятие, когда мы используем какое-то определение, мы используем два, которые должны быть в свою очередь тоже определены, и этот упрек можно высказать к любому определению вообще. Это первое. Второе. Просто есть вот еще другое определение, которое используется в рамках аналитической философии сознания. Например, сторонники теории тождества и мозга говорят, что сознание есть процесс в мозге. Все. При этом единственное уточнение, которое они делают, ну, одно из уточнений заключается в том, что есть используется как есть описывающая субстанция, то есть то, из чего состоит. То есть есть может быть определяющее, когда мы говорим, что шляпа есть головной убор. Мы говорим, что шляпа используется как головной убор, и она определяется. А можем сказать, что шляпа есть куча соломы, связанная с веревкой. Как мы говорим, как какую-то шляпу. И это будет определение того, из чего эта шляпа. Или можем сказать, что стол это то, зачем едят. Или там, то, зачем сидят. Вот стул даже. Вот лучше. Стул это то, на чем сидят. Вот. А это будет определяющее есть. А можем сказать, что стул есть деревянный пенек. Или там, стул есть бутонная коробка. И в случае, когда мы говорим про какие-то реализации стула, мы ничего не сможем добавить к этому определению, в плане того, из чего оно состоит. И, соответственно, сторонники теории тождества что говорят? Что, конечно, когда в обычном дискурсе мы говорим про сознание, мы говорим про ощущение мышления, планирование, ощущение боли и так далее. Но потом, изучая друг друга, изучая то, как человек устроен, мы оказываем, что сознание состоит из процесса мозга и ничего более. Подобно, вот Мария Александровна выбила этот пример, с облаком. То есть, мы можем думать, что облако это то, что в небе. Облако это белые пятна в небе. Но потом, с развитием технического прогресса, мы полетели, взяли пробы, оказалось, что облако это парк, это высокой плотности, ой, не высокая, это вода в газообразном состоянии и ничего больше. И когда мы оказываемся внутри него, ничего другого мы там не обнаруживаем. И оказавшись в тумане, туманом тут, облака, опустившиеся вниз или образовавшиеся на поверхности Земли, мы тоже видим, что там ничего, кроме этого, нет. И если мы поддерживаем теорию тождества, как теорию сознания, говорим, что в сознании есть процесс мозга, действительно, в процессе сознания мы можем иметь в виду разные вещи, но конститутивно оно оказывается процессом в мозге. Вот и всё. И это тождество носит эмпирический характер. То есть оно открывается. То есть, возможно, сознание оказалось чем-то другим, каким-то другим процессом. Но факт мира таковы, что это процесс в мозге. И вот если про нечёткое множество функций взрослого, здорового, божьегосящего человека какое-то отчасти моё определение, оно не оригинальное, но просто такая некоторая компиляция, я не соглашусь с тем, что мы не знаем, кто такие здоровые люди, кто такие взрослые люди, и мы прекрасно это знаем. Но я просто привёл пример ещё одного определения сознания, которое до 60-х, 70-х годов, с начала 50-х, было таким мейнстримом. То есть это вообще было главное определение сознания, потому что теория тоже здесь в сознании мозга в середине 20-х века была одна из самых популярных, наряду с логическим бихевиоризмом. Очень коротко. И тогда ещё один момент в плане развлечений, конечно. Это тоже Сергей, да? Да. Я прошу прощения, но хочется тем доспрашивать. Ведь не смущает ли вас одно обстоятельство? А коль скоро мы уже, ну мы это такие, я так понимаю, взрослые, здоровые, бодрствующие люди, ну делаем развлечения взрослых и невзрослых, бодрствующих и небодрствующих и так далее. Вас не смущает то, что демонстрацию своего понятия и теории, того видения, на котором базируется это понятие, вы выполняли с помощью, не с помощью взрослых, здоровых и бодрствующих людей, описания их, ну там, мыслительных или прочих процессов, а с помощью сечения черепов, ломов в черепах, ну и прочих разных марвинов, которые железные. Вот, смысл вопроса... Да, то есть обоснование подхода не соответствует концепту на выходе, по крайней мере к тем апелляциям. Я-то посчитал, что все последовательно, и тогда различают взрослые и здоровые машинерия науки, со всеми подразумевающимися там штуками. Но вы-то сказали, что различают бодрствующие, взрослые и здоровые. То есть и мы все можем. Ну, тогда я уж совсем в смущение впал. И прошу прояснения. Спасибо. Я просто отвечу, что финист скетч, это и активность, которую я описывал, который был увеличен, это был взрослый человек. И понятно, что слово здоровый здесь вызывает, становится, проблематизируется. Но я мог бы все эти, то же самое, использовать, не обращаясь к сечению черепов и так далее. То есть я мог бы убрать это все из презентации, показывать вам фотографии Дэниела Деннета. Мне просто хватило времени рассказать про интенциональную установку его. Ну, потому что я готовлюсь, как-то хочется рассказать все сразу, а потом получается никогда не так. Итак, вот я сейчас поставлю время Марии Александровне. Просто когда мы берем примеры взрослых и здоровых человеков, это была та фигура, с которой мы сравнивали вот этих животных, роботов, детей, стариков и так далее. Это вот тот стандарт, это та норма, от которой мы отклонялись. Когда мы смотрели, насколько вот эти объекты, которые я приводил к примеру, насколько они к ней приближаются. То есть вы говорите, почему, когда мы берем примеры пограничные. Мне кажется, это стандартная практика. То есть, например, мы знаем прототипический пример воды и прототипический пример льда. Мы знаем, что да, при 20 градусах Цельсия вода имеет жидкое состояние, а при минус 30 градусах Цельсия вода имеет твердое состояние, это лед. Но если мы хотим узнать границу, где вода переходит в лед, нам нужно найти то пограничное состояние, когда она из одного переходит в другое, и зафиксировать его. И Сергей Михайлович говорит, что посмотрим, есть ли такое пограничное состояние, где мы можем зафиксировать, где из сознания мы переходим в несознание. И его презентация говорит, что не факт. И факт, что есть такая, что есть точка перехода, но я же не об этом не спрашиваю. Я тоже хотел бы задать точняющий вопрос Сергею Михайловичу. Ваша презентация называлась «Натуралистическая онтология сознания». Я бы хотел спросить у вас, включая «Натуралистическая онтология сознания», что-либо кроме теоретических проблем естествознания, нейрофизиологии, когнитивной психологии. И если да, то что еще? Спасибо за вопрос. Конституальный анализ языка? Потому что, когда мы говорим о сознании, мы задаемся вопросом о том, что мы флагом и тему теоретика. Спасибо. И более того, сейчас это просто становится предметом эмпирических исследований социологов и психологов, которые просто проводят исследования и задаются флософскими вопросами, и узнают, что люди имеют в виду, когда употребляют эти слова. не только, что философы считают, как проводят свой концептуальный анализ, а вообще, что люди говорят, что они имеют в виду, когда определяют эти темы. То есть это еще и получается и социология, и психология. А тематизируется ли фигура того, кто проводит концептуальный анализ языка? Ну когда? И, собственно, уход в экспериментальную философию, когда мы спрашиваем, что люди думают на эту тему, это как раз способ уйти от авторитетной ссылки на очевидность. То есть, когда какой-нибудь философ говорит, что теперь нам очевидно, что X, что китайская нация не обладает сознанием, или китайская комната не обладает сознанием, а дальше мы, собственно, пытаемся узнать, а очевидно ли это еще кому-то, кроме недоблока, который приводит этот пример. Больше не будем? К Марии Александровны. Ой, к Марии... Нет, Мария Александровна, она была... Я с ужасом и благоговением слушал доклад Марии Александровны. Да, как Платон Парменида просто. Прекрасно. Можно, пожалуйста, передать? Да, короткий, уточняющий вопрос. Вы закончили ваше сообщение на позиции Гарри Франкфурта. Считаете ли вы это рабочей моделью, от которой вы отталкиваетесь? Спасибо большое за вопрос. Да, я считаю. Но я единственное, что пользуюсь еще трудами других людей. То есть, дальше примерно из этих. То есть, Гарри Франкфурт предлагает мне модель. То есть, он еще предлагает, кроме того, модель в других своих текстах, где он различает желания первого и второго порядка и говорит, что быть свободным это означает следовать своим желаниям второго порядка. Но этот пример, это критический пример. То есть, этот пример, который он приводит, нужен для того, чтобы поставить под вопрос сильную сторону антинатурализма. То есть, потому что натурализм как бы стоял до этого примера, как мне кажется, на позиции силы. То есть, натурализм говорил, что, ну так объясните, как? Как в физический мир встраивается сознанием? Никак не встраивается свобода. Как встраивается свобода в физический мир? Никак не встраивается, значит, натуралисты одно из двух. Либо мы все несвободны и не ответственны ни за что, либо натурализм ложный. Вот. А и доказывали они это каким образом? Утемло примерно такого рассуждения, которое ванненваген приводит. Что я вам сейчас покажу, что из того, что все предназдано, из-за того, что вы физическая система, из-за того, что вся физическая, не предназдано, а все предопределено законами физики. Из-за того, что вы физическая система, из-за того, что вы тоже предопределены этими законами, просто как два шутва следует, что вы никогда не можете поступить иначе, чем вы поступаете. А свобода, это свобода поступить иначе, чем мы поступаем. И Франкфурт ставит это под вопрос. Он говорит, так ведь смотрите, человек не может поступить иначе, чем он поступает. А мы, тем не менее, считаем, что он ответственный. А позитивная модель, которая на этом строится, это модель, которую я пытаюсь как-то развивать в своих дальнейших размышлениях на эту тему. Это модель, предложенная Фитером Строссеном и Дэниелом Денеком. Это модель, которая рассматривает свободу как... Ну, я вот сейчас просто буквально боюсь, потому что если я одним словом ее опишу, то это будет непонятно. А если гнильно описывать, то это займет много времени. Но вот рискну все-таки, что это будет непонятно, что свобода это как... То есть мы относимся к людям как к свободным. Это психологическая позиция, которую мы занимаем по отношению к людям. И не на пустом месте мы ее занимаем. Мы занимаем эту позицию по отношению к некоторым физическим системам, которые удовлетворяют некоторым принципам. И, значит, Строссен просто кратко это высказывает, а Деннет в своих нескольких книгах про свободу, он развивает тему того, каким условиям, каким характеристикам должны отличать те физические системы, по отношению к которым мы должны, мы имеем право занять такую позицию, позицию отношения к книгу к свободному системе. Да, если больше нет вопросов, то тогда мы можем прийти к репликам ответа. Георгий, давайте с вас начнем, вы готовы? 10 минут. Ну что ж, давайте. Что вас заинтересовало, с чем согласны, с чем не согласны? Да, я с живым интересом следил за вторым сообщением, где ставился проблема свободы воли и каузальности. Это очень захватывающая проблематика, действительно. Другое дело, что, если я продолжу вашу последнюю реплику, если свобода – это психологическая позиция, которую мы занимаем, то тогда она имеет статус эпифеномена, некоторой поверхности, относительно некоторой глубины, где происходят действительные события. Тогда свобода, которую мы воспринимаем и в рамках которой мы действуем, это только некоторое оформление действительно происходящих процессов. Такого рода позиция, кажется, редукционистской, сокращающей, по станции нашего опыта, я бы хотел понять, разделяете ли вы такого рода интерпретацию. Верно ли я вас понимаю? Ну вот, наверное, это было бы первое. Я должен говорить монологически. Ну это да, как оценка. Хорошо, да, тогда, пожалуй, я буду очень заинтересован услышать ваш ответ. По поводу первого доклада тоже я бы хотел отреагировать. Тогда получается, если я вас верно понимаю, философия представляет собой концептуальный анализ языка, который базируется на теоретических проблемах естествознания. Но где же, собственно, философское измерение? То есть, ну да, прекрасно, мы должны заниматься анализом понятий, аргументацией. Но где, собственно, философская область здесь? И это мне остается не совсем ясным. Я, пожалуй, отреагировал на два сообщения, вот этим пока я ограничусь. Алексей Леонидович. Да, спасибо. Но я думаю, что часть позиции уже прозвучала в моих весьма агрессивных вопросах. Сейчас может вспыхчить. Усугубить, усугубить. Касательно доклада Марии Александровны, мне кажется, что я по ходу своего выступления буду просто делать врезки в качестве реакции, что ли. И именно под проблему свободы, потому что она кажется наиболее интригующей и интригующей по существу, безотносительно к натуралистической оптике, которую Мария Александровна, в рамках которой она пыталась эксплицировать, ну, эксплицировать проблему, поставить проблему и в меру сил эксплицировать и в меру времени. Вот. А вообще говоря, вот следя за обоими докладами, в голове у меня вертелось одно место из Маркса. Философ сам отчужденный образ отчужденного мира. И вот когда вырисовывался тот мир, когда натуралисты очерчивали мир, как он им видится, как ставятся проблемы внутри него, и то место, из которого философ размышляет об этом мире, ничего кроме марксовского описания мне в голову не приходило. И, да, если брать, ну, поскольку это вот такая реплика и впечатление, я попытаюсь показать, почему это так уже в ходе выступления. Спасибо. Большое спасибо за ваши реплики. Тогда мы, собственно говоря, переходим к вашему уже на коллеге выступлениям. В каком кратике вы хотите? Да, да, спасибо. У меня скорее... Вот, спасибо. Прежде всего хотел поблагодарить за приглашение. Я всегда с радостью и с гордостью принимаю приглашение с философского факультета СПБГУ. Простите, я по-старому называю вашу институцию, но мне кажется, что борьба за язык является вообще частью борьбы мыслей и жизни, и поэтому удерживаю старое название в факультете. Ну, это во-первых. Во-вторых, я свое выступление, Андрей Борисович, разослал очень отчетливые вопросы, и я бы хотел, коль скоро предполагалась полемика, сделать это в форме того самого да и нет, философского да и нет, и порекомментировать эти да и нет, которые представляют трансцендентализм, как я себе его вижу. Вот примерно там. Итак, относительно вопроса первого. Нуждается ли сознание в природном субстрате, а природа в том, чтобы быть конституированной в качестве природы? По пункту первому. Нуждается ли сознание в природном субстрате и с трансценденталистской позиции? По меньшей мере, в рамках того трансцендентализма, который мне кажется... Ну, в общем, понятно. Да, конечно, нуждается. Другой разговор. Что мы здесь понимаем под природой и под субстратом? Совершенно очевидно, что под природой и под субстратом мы здесь понимаем живое тело. До какой степени не живое тело понимают, ну, до какой степени робота Марвина или разных других персонажей здесь подразумевают. Подразумевают вопрос отдельно и, по крайней мере, конвенциально мы подразумеваем здесь живое тело. То, что у немцев ляйп, то, что лифт-боди, флэш и так далее. Теперь, на мой взгляд, различие между позициями натуралистов и трансценденталистов заключается в том, как они видят это самое ляйп. Прошу прощения, это живое тело. И вот здесь, несмотря на тождество объекта, мы имеем дело с разными смыслами, с разными пониманиями. И в этом приведу одну курьезную историю, которую рассказала мне коллега, принимает она кандидатский экзамен по философии истории наук. У очень такого слабого аспиранта дело, в конце концов, доходит до вопроса. А скажите, скажите, пожалуйста, а какая страна запустила первую орбитальную станцию? И, ну, следует такой очень робкий ответ России. Но все дело в том, что Россия... Ответ, конечно же, неправильный. Несмотря на то, что могли эту... Почему неправильно? Несмотря на то, что ЦУП находится здесь, и, возможно, те же самые люди продолжают там работать. Понятно, что первую орбитальную станцию запустил Советский Союз. А Россия — это та страна, которая утопила первую в мире орбитальную станцию. С того же самого Центра управления полета. Даже если бы там сидели те же самые люди. Ну, так вот, я к чему говорю? Я говорю это к тому, что понятие... Вот это понятие живого тела является точкой соприкосновения и местом осмысления как для натурализма, на мой взгляд, так и для трансцендентальной философии. По меньшей мере, в ее современных изводах. Итак, вторая часть вопроса. Нуждается ли природа в том, чтобы быть конституированной в качестве природы? Да, нуждается. Но, опять же, мы должны здесь понимать, что мы понимаем тут природу в смысле физической природы, природы, как ее представляет современная физика. Современная физика, современная биофизика и так далее. С другой стороны, как живое тело природа выступает как конституирующая инстанция. И в этом смысле как трансцендентальная инстанция. Вот таков мой ответ. Все дело в том, что природа в смысле данности ее обычному человеку и природа в смысле данности ее физики – это совсем разные в смысловом отношении вещи, хотя речь может идти об одном и том же объеме. Момент второй. Возможно ли каузальное объяснение сознания из природных причин? Ответ трансценденталистский однозначно нет. Почему? Потому что любые каузальные объяснения – это объяснения с помощью конструктов. То есть каузальное объяснение осуществляет физика. Физика использует вполне определенную теоретическую и не только теоретическую оптику. и вследствие использования этой оптики она представляет мир как систему физических законов и каузальных связей. В этом смысле, конечно, никакое объяснение сознания из каузальных причин невозможно, просто потому что оно не является философским объяснением. просто по этой причине. Это объяснение до такой степени предпосылками нагруженное, что принимать эти объяснения в расчет при ведении философской дискуссии философски абсолютно безответственно. Соответственно, третий вопрос. Отменяет ли современное развитие психофизиологии феноменологическую критику натурализма? По большому счету уже я на этот вопрос, видимо, ответил во втором. Никакое развитие психофизиологии не может отменить феноменологическую критику натурализма в силу своей неискоренимой предпосылочности. Укорененности в оптике, укорененности в целом ряде операций сознания, которые натурализм запускает для элиминации или для редуцирования сознания к естественным процессам. И, наконец, четвертый вопрос. В чем возможное сходство натуралистического и трансцендитаристского подходов к сознанию и в чем различие? Единственное сходство, которое я вижу между этими двумя подходами, заключается в том, что преимущественным предметом их исследования является вот это самое живое тело. И в конце я бы хотел сделать некоторое пояснение к понятию живого тела, которым здесь оперируют. Под живым телом я здесь подразумеваю следующее. Это такое тело, которое способно собой распоряжаться, одновременно отдавая себе в этом отсчет. Вот, собственно, и все. Способно по своему произволу распоряжаться своим собственным телом и расширять свои возможности. То есть, вот это самое живое тело и выступает в качестве субъекта свободы. По крайней мере, изначально. Понятное дело, что по мере по мере, скажем, развития пространства свободы этого живого тела, оно постоянно живого тела, то бишь у нас самих, оно постоянно увеличивается. Или сокращается в зависимости от нашей индивидуальной, скажем, смысловой, смысловой-телесной истории. Индивидуальной, общественной и так далее. Спасибо, я закончил. Спасибо большое. Я рекомендую приглашение. Да, я принимал. Теперь Ваш очередь, пожалуйста. Спасибо. Коллеги, я тоже очень рад участвовать в нашем сегодняшнем диспуте. Спасибо за приглашение. Я тоже буду краток. Так, я буду опираться также на те вопросы, которые мы заранее предложили к обсуждению. Эти вопросы уже были озвучены. Я коротко предложу мои ответы на эти вопросы, а потом предложу четыре коротких тезиса. Итак, сначала короткие ответы. Сознание нуждается в природном субстрате, а природа нуждается в том, чтобы быть конституированной сознанием в качестве природы. Каузальное объяснение сознания из природных причин возможно, но недостаточно. Это фундамент, который нельзя не учитывать, однако нет необходимости требовать от него исчерпывающего объяснения содержания сознания. Современное развитие психофизиологии не отменяет фенологическую критику натурализма, поскольку психофизиология представляет собой вполне определенный вариант психологизма. При этом натурализированная фенология, о которой также нам предлагалось подумать, это вполне легитимная, хотя и ограниченная ветвь фенологической психологии, но трансцендентальная фенология натурализирована быть не может. Возникает встречный вопрос. Может ли нейрофизиология претерпеть трансцендентальный поворот? Этот вопрос я пока оставлю открытым. Трансцендентализм не отрицает возможность натуралистического подхода к сознанию. Для трансценденталиста это одна из необходимых перспектив, которые нельзя не учитывать. Однако смысловое измерение сознания не может быть исчерпывающим образом сведено к в себе бытию природы. Это мой комментарий к четвертому пункту. Теперь перехожу, собственно, к моим тезисам. Тезисам, которые, как мне кажется, могут показать специфику несогласия, различия между позициями натуралиста и трансценденталиста. Первый момент, который я хотел бы отметить, это смысловая незавершенность всякой вещи. Это важный пункт, я бы хотел его подчеркнуть. Никакая вещь не имеет своей индивидуальности в себе самой. Объективная вещественность определяется физически, но вот эта вещь определяется только по отношению к сознанию и к субъекту сознания. Никакая вещь не обладает завершенной собственной сущностью. Любая вещь всегда находится в процессе смыслового становления, имеет только открытую сущность, и поэтому всегда может перерасти новыми смысловыми измерениями. Это ключевой тезис для той версии трансцендентализма, которую я беру в качестве рабочей модели. Для меня открытым остается вопрос, можно ли встретить вариант натурализма, для которого этот тезис был бы приемлем. Следующий важный для меня тезис, это тезис о неустранимости сознания. Мне кажется, что здесь натурализм и трансцендентализм расходятся. Хорошо бы это проверить. Если мы вычеркиваем из мира сознание, то и природы больше нет. Любая возможная природа предполагает возможность доступа прямого или косвенного, а значит, существование познающей интенции. Мир, лишенный субъекта, природа, лишенная сознания, мыслимы только как прошлое мира, в котором уже имеют место субъективность, сознание, только как спекулятивно реконструируемая анцестральность, если воспользоваться термином кантаном и ясу. Теперь я хотел бы в моем третьем тезисе уточнить специфику трансцендентализма, собственно, той позиции, за которую я в данном случае выступаю. Трансцендентальный идеализм это своего рода двойная бухгалтерия, в которой учитывается и натуралистическая, и, скажем, феноменологическая установка. Это синтез естественной и феноменологической картины мира. Поэтому трансцендентальный идеализм это не выбор в пользу идеализма, в споре между реализмом и идеализмом, а аргумент в пользу того, что эти позиции не являются взаимосвязчивающими альтернативами. Я считаю, что натуралистическая позиция верна, заслуживает максимального интереса, ни в коем случае не следует игнорировать эмпирические данные, это, конечно, абсурдно. И я, как субъект, безусловно, являюсь в том числе физическим телом. Здесь я абсолютно согласен с тезисами, которые прозвучали в предыдущих выступлениях. Однако, возможно, некоторая более широкая перспектива, которая может нам позволить рассматривать те феномены, которые за рамки натуралистической позиции исключаются. И, наконец, мой четвертый тезис будет касаться натурализма и судьбы Коперниканского переворота в философии. И я сформулирую, чтобы быть минимально догматичным, я сформулирую скорее в форме вопроса, открытого вопроса, который, мне кажется, интересно будет обсудить. Всякий ли философский натурализм должен демонтировать Кантовский Коперниканский переворот, провести ревизию этой философской революции, чтобы исследовать в себе бытие природных вещей. Или, возможно, форма натурализма, учитывающая трансцендентальный поворот философии. И с такой формой натурализма было бы исключительно интересно продолжить дискуссию, как, впрочем, с любой другой формой натурализма. Вот, подолная принято. Мы передаем слово натуралистическому лагерю. Пожалуйста, сначала уточняющие вопросы. Мария Александровна, есть у вас? Да. Может совместить? Нет? Почему? Может совместить вопросы с и репликами. Тогда ответ уже после всего вступления. Давайте вопрос. Хорошо. Может сначала комментарий, потом вопрос. Ладно, давай ты сначала. Хорошо. Значит, уважаемые коллеги натуротрансценденталисты, вот, большое спасибо за ваше сообщение и мне кажется, что как раз как раз в тех вопросах, которые вы задаете, действительно, вот это примерно и то, что я тоже хотела сказать, поэтому у меня очень много мыслей нахлынуло сразу, когда я вас услышала, но буквально два комментария по поводу или, я не знаю, вопросы это или комментарии, как к Алексею Эдуардовичу, так и к Георгию Игоревичу. То есть в вашей речи прозвучал такой момент, который, как мне кажется, как раз показывает существенную разницу между трансцендентализмом и натурализмом, потому что, вот, например, Алексей Эдуардович говорит, что объяснение сознания из физических причин невозможно, поскольку такое объяснение не является философским. Почему? Потому что оно слишком нагружено предпосылками. То есть получается и в принципе, да, и вот Георгий Игоревич тоже говорит о том, что для него существует как трансценденталиста существует смысловая незавершенность всякой вещи, что вещь должна быть доконституирована сознанием для того, чтобы быть определенной вещью. Мне кажется, в этих двух позициях как раз есть принципиальная разница между трансцендентализмом и натурализмом. То есть вот то, что вы сказали и то, что говорят натуралисты. Потому что почему натуралисты не готовы принять этот тезис? Потому что одна из особенностей натуралистической философии сознания состоит в том, что мы не можем провести эту грань. То есть вот когда мы говорим, что сознание конституирует природную вещь, мы каким-то образом можем провести для самих себя эту грань. что вот есть сознание, а есть природная вещь. Натуралисты говорят, что если мы и можем провести эту грань, то мы не можем провести ее изнутри самого сознания. А только мы можем исследовать, то есть само сознание дано нам так же, как и другие вещи природы. Вот скажем так. Вот это скорее даже не вопрос был, но и комментарий. поэтому я передам слово Сергею Михайловичу. Ну я тогда перейду к вопросам. А можно ли в конце были вопросы к нам и потом было выступление? Можно ли ответить или прокомментировать? Георгий сказал, что не исчезает ли философия при натуралистическом подходе? Я бы хотел это прокомментировать, а потом задать вопросы. Я сам, как рабочее определение философии для меня, это философия задается осмысленными вопросами, которые не имеют эмпирического ответа. Либо пока не имеют, либо вообще не имеют. Вопросы с одной стороны осмысленные, некоторые важны, ко минимуму они должны быть осмысленные. Но пока или они вообще не имеют эмпирического ответа. Например, вопрос о том, что такое добро и зло или еще что-то. Очень часто эти вопросы из сферы философии переходят в сферу эмпирических наук. Просто так происходит. Возможно какие-то вопросы никогда не перейдут из философии по эмпирику. пример, очень часто когда приводят пример, говорят того, что раньше было философией, а теперь не философией, говорят про физику, говорят натур философа Древней Греции, а потом говорят, а вот сейчас это физика. Мне нравится другой пример, мне нравится пример с ничием. воля к власти ничием, когда он говорит, что у человека есть стремление руководить другим. И это такой концептуальный клейм для него. Но если в 19 веке это был концептуальный клейм, то сейчас это вполне себе вопрос социальной психологии. Просто проводят эксперименты и выясняется, что у людей есть такая предрасположенность или нет. Вот пример того, как философский вопрос стал эмпирическим вопросом. И то, что нас что-то не устраивает в этом переходе, не означает, что этот переход не состоялся. То есть если нам что-то не нравится, это не значит, что это не так. То есть если какой-то вопрос и в философии сознания большую роль начинает играть какие-то эмпирические исследования, это не является аргументом в пользу того, что этот подход не верен. Насколько философия сознания переползла, насколько это теория эмпирической дисциплины, я сейчас оставлю за скобками и не буду дальше про это говорить. А теперь я собственно вот вопросы. Вот Алексей Эдуардович у меня вопрос про жизнь. Согласны ли вы с виталистской позицией? То есть что жизнь, что живые и неживые системы отличаются принципиально, что ничто неживое никогда не может конституировать живое. То есть вот свитализм 19 век, то есть вы согласны с этой позицией или нет? мне кажется, что этот вопрос не философский. То есть у меня нет позиции здесь. Нет абсолютно никакой позиции. философским вопросом. тогда он может быть не только философским вопросом, просто что имеется в виду, что есть позиция виталистов и есть наше представление виталистов. Дальше вы можете с ними быть согласны или не согласны, даже не в плане философского, вы можете просто не отвечать на этот вопрос. Хорошо. Ну тогда вот следующий вопрос у меня выстекали из этого, тогда я передаю Марии. Тогда я вернусь, поскольку комментарии я уже высказала и теперь мне стало легче. Значит, тоже по тому же самому поводу, по которому был комментарий и возможно вопрос Сергея Михайловича. Значит, по поводу вот почему вот как бы у меня вопрос, то есть почему натуралисты отказываются от этого деления. Не потому, что им как-то оно не нравится, то есть не потому, что им не нравится пользоваться апостериорными понятиями, и они вот хотят просто много проводить экспериментов, изучать каких-то графиков и не высказываться ни о чем, пока они не провели сто тысяч экспериментов. Вот не то, чтобы у них была такая страсть, но у них просто такое подозрение, что никакого беспредпосылочного знания у нас просто нет. Потому что они говорят, посмотрим на историю науки и на историю философии. Вот людям казалось, что вот это беспредпосылочное знание, что это точно никогда, что вот этот объект, вот это суждение всегда будет истинно, что оно и есть, представляет из себя некую априорную истину. Но потом мы смотрим и мы видим, что с течением времени иногда такие истины просто оказываются ложными. И в связи с этим натуралисты заподозрили, что даже когда мы обращаемся к анализу своего собственного сознания, мы можем ошибаться. То есть нам кажется, что мы видим одно, а потом оказывается, что мы видим другое. И вот они приводят, вот Сергей Михайлович говорил про Гилберта Райла, Гилберт Райл был большой любитель такого рода аргументов. В своей книге «Понятие сознания» он пишет, что нам кажется, что мы, обращаясь к своему собственному сознанию, вот видим там просто абсолютно достоверно, видим там, что у нас внутри сознания происходит. И мы можем там какие-то структуры обнаружить, вот это все. Но на самом деле очень часто мы ошибаемся. Вот, например, говорит он, вот я прочитала какой-то текст, и мне он очень понравился, и меня прямо такое озарение посетило, и мне кажется, что я все понял. И меня спрашивают, ты понял? я говорю, понял. А мне говорят, ну перескажи. И тут я понимаю, что на самом деле я очень плохо поняла, что в этом тексте написано. У меня было только ощущение, что я поняла. И вот натуралисты говорят, что у них такое подозрение, что вот это вот ощущение, из того, что мы ухватываем структуру сознания, оно может быть ошибочным. вот что на это возродят рассуденталисты. Понятно. Они сделают вот такую понятию. Они вернутся, отравиваются в спиноте. Это спинот, я скажу, с бекарта на самом деле. Я сделаю лучше. Вот мы можем войти в комнату и заявить этот стол белый или этот стол не белый. Мы положим в сумму. Да? Здесь проблема не суда не может не перекат. Мы выносим суждение. То есть или утверждаем или ответим. Я сделал что не но если бы мы путали я утверждаю я отрицаю то никакая истина о мире и следовательно ориентации в мире для чего и строится вообще говоря мы же должны все время помнить что весь понятийный аппарат выстраивается для одной простой вещи для ориентации в мире если я не различаю утверждение и отрицание сомнения и уверенность и так далее никакая истина мире просто невозможно и в этом отношении различенности кодита ну кагитации внутри сознания они выступают о априорным условием возможности для понимания хоть чего-нибудь но это такой мой вольный пересказ чуть менее вольного пересказа спиноза и декарта вот в чем в чем заключается тезис тезис заключается в том что если мы берем момент связывающий сознание или как в старину говорили разум с действительностью или что то же самое на другом языке связывающее сознание с истиной различенности внутри сознания являются априорным условием возможности ориентации в мире и давности мира вообще другой разговор что эти развлеченности в зависимости от истории моей свободы а история моей свободы это история история ну вот этой расширяющейся способности владения своим телом или трансформирующаяся там эта история свободы она же очень разная так вот есть соответственно эти развлечения они понятное дело область ну жива они там некую смысловую историю в себе содержат а о чем кухня отдельный разговор я это я это говорю потому что если мы не доверяем этим уже проведенным развлечением невозможно вообще ничего в этом отношении фило сознание можно сколько угодно объявлять эпифеноменом она свою феноменальность все равно проявляет проявляет неким этим способом что она имплицированного в ориентации в мире или в то что старые философы называли опытом свободы вот спасибо я бы хотел отреагировать но не на последний вопрос мария александровна а скорее на преамбулу последнего вопроса вы говорили о том почему натуралист не готов принять какой-то пусть даже самый ослабленный вариант процентального тезиса например на конституирование смысла и объясняя почему натуралист к этому не готов вы говорите если я вас верно понял что для натуралиста сознание дано так же как и природные вещи вот здесь вот наверное на этом этапе я не готов принять натуралистический тезис потому что я не согласен с сознанием сознание дано так же как и природные вещи прежде всего потому что знание не вещь и вот на этом этапе мне кажется нужно замедлить нашу дискуссию почти заморозить ее прокрутить ее на самом медленном перепросмотре вот по-моему здесь происходит какое-то разветвление позиций я даже могу тогда добавить с чем я согласен помимо того что последнее было сказано что именно здесь мне кажется есть некоторое различие а вот с чем еще я согласен это просто в качестве металя вот выступление Юрия Игоревича это было что никакая вещь не обладает завершенным смыслом это и вот если не продолжать эту фразу как бы дальше продолжили вот на этом этапе я думаю что все натуралисты согласятся с тем что никакая вещь не обладает никаким смыслом сама по себе потому что никакого смысла никакой вещи нет я думаю что натуралистов многие из натуралистов не все антиэссенциалисты они говорят что сущности вещей нет но это сложный вопрос и вот тогда прокомментирую то что вы сказали про то что сознание это не вещь и многие-многие натуралисты согласятся с тем что сознание это не вещь потом все присутствующие могут задать свои вопросы участникам кто-то может даже высказать я подумала что Георгий Игоревич предлагает более потом и сконцентрироваться на этой конкретной теме мы зафиксировали эту точку согласия коллеги если тогда вот у наших экспертов нет вопросов мы объявляем перерыв сейчас у нас 1857 да нет да вот смотрите на 10 на 10 минут 1756 ну какая разница на 10 минут 6 часов 6 минут да включаем здесь тоже пауз нажму да да уважаемые коллеги я предлагаю продолжить нашу работу и ним пару слов слова по поводу регламента напоминания мы сейчас уже работаем в открытую вступают в игру не только наши эксперты но и все участники круглого стола режим такой сначала задаются вопросы формулировка пожалуйста вопросительные придавайте им так чтобы они не были репликами то что реплики будет отдельный жанр после я прошу вас о следующем когда вы задаете вопрос пожалуйста во первых представляете да потому что мы не все знакомы друг другом тем более стенограмм будет расшифроваться нам нужно будет указывать ваши имена в публикулых материалах пожалуйста представляйтесь во первых во вторых обязательно говорите кому обращен вопрос кому в адресуете свой вопрос вот это первое да когда вопрос вопросы не регламентированы но я прошу вас сдерживать себя то есть быть в рамках разумного и почетче по тоньше полаконичник формулировать после того как вопросы иссякнут мы вопрос пожалуйста задать сдавайтесь место до после того как вопросы иссякнут мы можем предоставить открытую трибуну для реплик уже позитивных до либо негативных высказываний по поводу во первых самих докладов которые вами услышаны и конечно интересно было бы услышать ваше мнение именно о проблемах вашу аргументацию тех проблем которые были затронуты нашими уважаемыми докладчиками спикерами и тоже вот если вы еще не представить пожалуйста представляйтесь да и регламент на реплику 5 минут для одного человека потом мы вернемся к высказываниям экспертов уже заключительная их высказываний у вас вопросы да пожалуйста фамилию тоже не больше вопрос ну во первых скажу что очень интересная дискуссия больше всего так получилось что меня официровало выступление георгия пикерович а вот просто в силу того что внутреннее больше согласия отозволить но вопрос когда натуралистом и конкретно среди михалыча когда вы давали определение сознания судя по всему первое которое вы дали оно скорее либо общее либо чужое хотя мне казалось что предполагается что вы дадите максимально такое с которым вы больше согласны и второе которые вы дали что сознание это работа мозга и процессы в мозге вот мне показалось что выясним как то более солидарно чем сперва по крайней мере это определение прозвучало вопрос заключается в следующем каковы те основания на которых можно утверждать что сознание это процессы в мозге что сознание вообще имеет прямое прямое отношение к мозгу и самое главное предвосхищая какие-либо ответы направленные в защиту каких-то эмбилических данных сразу оговорюсь мы воспитаны на канте и нам нужно такое знание которое всеобщее и необходимое и соответственно эмбилические данные могут быть сейчас достаточным обоснованием для того чтобы это дело удовлетворить спасибо вопрос Сергей Михайлович да я могу вам попросить Сергей Михайлович Сознание как тождество сознание это тождественные процессы в мозге сознание есть процессы в мозге просто из самой сути этого определения как я пытался пояснить следует что чему тождественное сознание в физическом мире это вопрос эмпирический просто это то из чего исходит у Лен Клейс СМАРТ сторонники теории тождества я как раз я как раз не являюсь сторонником теории тождества но отвечая на ваш вопрос могу сказать что они считают что чему а как из чего состоят мыслительные процессы условно это вопрос эмпирический и поэтому дать на него не эмпирический ответ невозможно а это первое а второе второе я сошлись просто на обыденные какие-то вещи что именно мозг у нас есть огромное количество извините эмпирических свидетельств в пользу того что нарушение работы мозга наиболее сильно влияет на работу вашего на то как вы мыслите условно есть понятие если у вас не будет сердце ну вы продолжите мысль как бы можно сделать как бы это иску иску как это искусственное сердце и ничего страшного как бы если вам отрезать не знаю там мизинец как бы действительно никто не 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 ваше мышление как бы не сильно пострадает куда вам будет больно никто не говорит на что мышление каким-то образом находится в мизинце пусточи ну я думаю что эти примеры можно множить и поэтому просто дети спасибо если если мы являемся сторонником теории тождества то сознание мозг просто они говорят что сознание есть процессы в мозг поэтому нарушение этих процессов есть нарушение нарушение сознательных процессов это просто аналитическая истина вытекающие из их определения у меня один вопрос к каждому я хотел бы спросить сергея михайловича если сознание это бодрствующее сознание здорового человека то зачем что такого предложила натуралистической установка в решении проблемы свободы воли, что не смог предложить трансцендентализм. Мне непонятно преимущество натуралистической установки. У меня вопрос к Алексею Савину. Вопрос такой. Алексей говорит, что кузальное объяснение сознания невозможно, и более того, это бессмысленное предприятие, потому что оно не философское. У меня вопрос такой, а как же быть с ментальной каузальностью? Знаете ли вы о таком течении, и можно ли говорить о ментальной каузальности, то есть о каузальности, которая возникает в ряде ментальных событий, событий, которые вытекают одно из другого. Я что-то запланировал, я что-то делаю и так далее. Или это тоже бессмысленное предприятие? И у меня последний вопрос к Георгию, он же Георгий Игоревич. Георгий Игоревич говорит нам о двойной бухгалтерии. Двойной бухгалтерии и трансцендентального идеальности. Это синтез естественной и трансцендентальной установок. Я хочу сказать, что под этим подписался бы любой современный натуралист. Он бы сказал, что никакая современная натуралистическая установка не исключает фенологического анапеза. Это первое, с чего начинается. В этом смысле современный натурализм – это двойная бухгалтерия. Сначала фенологическое описание, а потом все эти изучения мозга и так далее. У меня вопрос – в чем отличаются эти двойные бухгалтерии? То есть чем ваша двойная бухгалтерия отличается от двойной бухгалтерии ваших оппонентов? Спасибо. Наверное, в той же последовательности, в которой вопросы были заданы. Спасибо, Данила Николаевич из СПБГУ, за вопрос. Его, мне кажется, также задавал Алексей Эдуардович. И это значит, что в докладе это действительно было не прояснено. Но я могу сказать, что во-первых, я не предполагал, что доклад и содержание слайдов есть полное исчерпывающее, которое я к тому же не успел целиком рассказать, что у нас будет полное исчерпывающее обоснование этого определения. Определение просто, чтобы было вокруг чего строить дискуссию. Потому что у нас было пока два определения сознания дано, и других никаких мы пока ни от кого не услышали, насколько я помню. Поэтому от каких-то определений нужно отталкиваться. Обоснование его требует несколько большего времени, чем 20 минут. Но зачем вот хомяки и так далее? Очень правильно Мария Александровна ответила на этот вопрос, даже лучше, чем я сам. А просто говорит, что эти пограничные случаи нужны, чтобы определить эти границы. А вот случаи взрослого, разумного, бодрости еще здорового человека, это такой случай центральный, это случай, вокруг которого строится наша интуиция о сознании вообще. И вот эти границы, это как раз когда мы отходим от этого архетипичного примера в какие-то стороны, и пытаемся нащупать, где уже эта интуиция не работает. Почему это архетипичный пример со взрослым, здоровым, бодростищим человеком? Потому что никто в нашей аудитории не будет спорить, что вот в обычной ситуации взрослый, здоровый, бодростищий человек обладает сознанием. Вот, но есть такие люди? Нет, нет, вот что он обладает сознанием. Вот, и когда он заходит в толпу, у него исчезает сознание. Когда вы покупаете билет на стадион, где играют «Зенит» и «Спартак», у вас исчезает сознание в этот момент. Вы перестаете ощущать боль, ощущать азарт, как бы, вы не болеете. Вот это ощущение боления за команду. Это же ваше сознательное переживание, оно никуда не… Когда вы в ярости, возможно, в толпе что-то кричите, вот эта ярость – это ментальная активность. И именно поэтому я прибегал именно к этому примеру. А вот хомячки, роботы и остальные – это пограничные случаи, которые показывают, что, как мне казалось, что нам важно не только физическое устройство, но и то, что, собственно, эта система делает. Робот устроен совсем иначе, как бы. Но, тем не менее, нам кажется, что мы можем приписать ему сознание, по крайней мере, некоторым из нас. Всё, я закончу. Спасибо. Мария Александровна, да у нас… Да, мне хотелось сказать большое спасибо за ваш вопрос. ССПБГУ. ССПБГУ, как и я тоже. Значит, так, извините, я вот тут уже забыла. Значит, в чем преимущество натуралистической установки? Был задан вопрос. В решении вопроса о свободе воли. Я скажу честно, ни в чем. Я поэтому специально взяла этот вопрос. Это тот вопрос, где натуралистическая установка кажется наименее сильной. Почему? Потому что она уже и так вызывает у некоторых людей подозрения, что, а почему это мы должны обращаться к эмпирическим исследованиям того, что нам дано непосредственно. И, в принципе, как бы вот Плейс, на которого там Сергей Михайлович ссылался и другие авторы, они как бы стоят здесь, ну как бы они пытаются показать, что совокупность фактов биологических, исторических и прочих достаточно для того, чтобы приписать, достаточно для того, чтобы установить как бы вот это тождество между сознанием и какими-то процессами. То есть, чтобы доказать натуралистическую установку, нужно преодолеть сомнения того, кто с ней сталкивается. Потому что, в отличие от феноменологии, например, которая нам интуитивно может быть понятна, в каком-то смысле, я не претендую здесь на то, что нам глубоко интуитивно понятно, но в каком-то смысле интуитивно понятно, что я мысль... Ну, не будем ворачиваться на минуту, говорим Декарта. Декарт апеллирует к очевидности каждого. Он говорит, мне абсолютно очевидно, что я мыслю, что у меня есть ощущения и так далее. То есть, это форма апелляции, это форма к очевидности. Вот. Натурализм апеллирует не к очевидности. Натурализм говорит, у нас очевидность нам одно говорит, но есть у нас контрсоображение. Давайте посмотрим, не можем ли мы примирить, как-то нашу очевидность и вот эти фактические примеры. То есть, он должен уже убеждать читателя, натуралист, ну или слушателя. А в вопросе о свободе воли он должен особо хитрый трюк совершить. Он должен не просто убедить, то есть, он уже должен убедить слушателя в том, что сознание имеет биологическую природу или, по крайней мере, основывается на каких-то биологических механизмах. Он еще должен показать, что эти механизмы достаточны для того, чтобы дать нам то, что нам так принципиально важно. Моральная ответственность принципиально важна для людей, важное понятие для нашей жизни, для нас самих. И если натурализм не может объяснить, что это такое, это не решающий аргумент против натурализма, конечно. Может оказаться, что то, что для нас важно, не существует. Но этого бы никому не хотелось. Поэтому так много для натуралистов, поэтому так важно попытаться дать ответ на вопрос о свободе воли. И поэтому я решила взять эту позицию и показать, что их позиция не так безнадежна, как может показаться с транссанитальной точки зрения. И вот, собственно, об этом был мой доклад. Спасибо большое. Алексей Торфович, сейчас я только технику подгоню, вход в Георгия Игоревича. Укранный ответ. Я могу ответить, но в порядку задуматься. Да, спасибо. Впрочем, уважаемый Данил Николаевич из СПГ. Конечно, феноменологи не знают таких слов, как ментальная каузальность, а вот как всякие смысловые и принудительные связи в сознании, они, конечно, про это знают. Это в феноменологии концептуализируется, ну, в ранней трансцендентальной феноменологии, понятно, в трансцендентализме. Это концептуализировалось как мотивационные связи сознания, в более поздней, как взаимосвязи отсыланий или отсылок. Фервайзум сузаменхенга. И в этом отношении феноменология не просто исследует всякие ментальные состояния. Таких слов феноменология тоже не знает, но их не исследует, хоть и не знает. А их преимущественным предметом как раз и выступает не просто принудительные связи, а принудительность этих связей – это, по большому счёту, главный предмет феноменологического исследования. Это то, что внутри сознания и сознанием самому себе предначертывается. Да. И для чего это важно знать? Это важно знать в первую очередь для того, чтобы научиться ориентироваться в мире. В мире, состоящем, скажем, из массы других сознательных существ. Вот. Вот таков мой незамысловатый ответ. Спасибо. И в этом смысле, да, конечно, это не отрицается. Спасибо. Данил, спасибо за ваш сложный вопрос. Вы спрашиваете о том, есть ли о том, кажущемся претворечии, о той проблеме, если и трансцендентализм учитывает как натуралистическую, так и феноменологическую установки, и натурализм учитывает как вопросы, касающиеся естественно-научного объяснения, так и своеобразный феноменологический отчёт производит. Ну, в чём же тогда между ними разница? Мне кажется, что ключевое отличие состоит в том, что с точки зрения натуралистической позиции то или иное состояние сознания окажется эпифеноменом, для определённой ветви трансцендентальной философии окажется феноменом. И это не случайно, мне кажется. Дело в том, что у меня складывается впечатление, что в значительном ряде случаев натуралист подменяет феноменологическое описание психологическим, а психология в своём современном состоянии – это одна из естественных наук. То есть он дополняет своё естественно-научное описание ещё одним естественно-научным описанием. И вот эта феноменологическая область, которая у натуралиста присутствует в вашей формулировке, мне кажется, страдает некоторой однобокостью. Дело в том, что натуралист тратит значительную часть своей жизни на то, чтобы освоить научный инструментарий, например, нейрофизиология, но движется слишком быстро, когда делает феноменологическое описание. То есть у него есть впечатление или иллюзия, что феноменологическое описание не требует такого же рода подготовки или работы подготовительной, методологической. Вот в этом, мне кажется, отличие. Спасибо. – Пожалуйста, Наталья Андреевна. – Меня зовут Наталья Артюменко, я тоже здесь по БГУ. У меня два вопроса к Сергею, к вам. Вообще вопросов, конечно, много, но я попробую их в двум свести. Процитирую вас. Вы сказали, мы могли перечислять весь список, считать, думать, бояться, желать и так далее. Там сколько-то было пунктов. Мы относим это к сознанию. Вопрос, на каком основании мы это относим к сознанию. Это первый вопрос. Вы сказали консенсус. У вас такое слово прозвещало, консенсус. Нам очевидно всем, что мы это относим к сознанию. Мне непонятно, во-первых, на каком основании мы относим это к сознанию. Во-вторых, мне очень непонятно инстанция этого «мы», к которой вы постоянно обращаетесь. И с этим уточняем вопрос, на чем разосновывается ваша аргументация. Потому что ссылка на «мы» я не могу рассматривать как аргументация. И ссылка на то, что мы так договорились, или такой консенсус, или это очевидно. Но как человек с феноменологической закалки, мне хочется уточнить, а в чем очевидность вашей очевидности состоит? Это первый вопрос. И второй, он пересекается с первым. Вы говорите, что представим случай, когда у человека нет памяти, он что-то не помнит, не испытывает никаких ощущений, не испытывает желаний. Это клинический случай. Тогда получается, что в клиническом случае мы вынуждены тогда человеку отказать наличие сознания. Человек, который находится в психиатрической клинике и не имеет половины из тех пунктов, которые вы отнесли к сознанию. Это значит, что он не обладает сознанием, тогда сознание – это такой мерцающий феномен, пунктирный. То есть оно может быть, может не быть, может включаться и выключаться, тогда вы где-то кнопочкой, которая его включает и выключает. Это тоже, в общем-то, вопрос, на самом деле, к аргументации и к обоснованию вашему. И вопрос к Маше. Мария Александровна, вот тоже процитирую, вы сказали фразу, которая меня, ну, вот так официровала, так скажем, «Если никто не может поступить иначе, чем он поступает, то никто не несет ответственности». Ну, вопрос у меня тогда простой, а как осуществляется, ну, как вы могли бы это объяснить тогда, процесс идентификации? Вот могу ли я с ваших позиций сказать, что «я» – это «я». Если могу, то на каком основании, опять-таки? Потому что если я не могу поступить иначе, то «я» – это физический мир. Или «я» – это принцип замкнутости физического мира. И он регламентирует мою невозможность поступать иначе. Тогда возможно ли с вашей позиции сказать, что «я» – «есть я». И если это возможно, вот такая фраза, да, то есть такое суждение или такая процедура идентификации, то основание тогда для этого. Если мы исходим из принципа физической замкнутости. Все, спасибо. Маша, да, сначала? Да, сначала я тогда отвечу. Значит, Наталья Андреевна, большое спасибо за ваш вопрос. Могу сказать, что это и есть отчасти тот самый вопрос, который разделяет относительно свободы воли натуралистов и трансценденталистов. То есть, вот смотрите, вот Алексей Эдуардович неоднократно ссылался в своих выступлениях, в своем выступлении сегодня и в комментариях на то, что я свободен, что мое живое тело, оно, я сейчас тут не буду искать титату, но, в общем, оно, а вот оно у меня есть, что оно источник свободы и так далее. То есть, это некая такая важная для нас интуиция, которая для трансценденталистов не проблематична, поскольку сознание – это одно, а природа – это другое. И каким-то образом трансценденталист их разделяет. Но натуралист их не разделяет. То есть, вот вы говорите, следует ли, что я – это физический мир. С точки зрения натуралиста – да. Я – это часть физического мира. Мое физическое… То есть, другой вопрос, есть ли там еще что-то дополнительное. Но, как минимум, я точно часть физического мира. То есть, вот я подчиняюсь тем же законам с точки зрения натурализма, каким подчиняется стул, стол, солнце и так далее. Тем же. Я из той же материи состою. Мое живое тело состоит из той же неживой материи, из которой состоят все остальные тела Вселенной. Это позиция натурализма. И дальше возникает вопрос. Так есть ли тогда тут как бы место для «я» и место для свободы? Правильно? И натуралисты, когда они говорят относительно сознания, как такового, они будут говорить о том, что сознание тождественно, либо какой-то физической материи, мозгу и так далее, либо каким-то функциям. То есть, они не говорят, что сознания нет, а есть только мозг. Редукция – это не означает, что… Давайте редукцируем сознание, скажем, что сознания нет, а есть только мозг. Редукция – это мы говорим, что мозг представляет собой сознание. То есть, как бы мозг – это то, что технически называется физическим коррелятом сознания. То есть, у сознания есть физический коррелят, как минимум. И этот физический… Дальше вопрос о соотношении между коррелятом и сознанием – это вопрос открытый. Там есть разные версии. Но, как минимум, физический коррелят – это коррелят того же физического мира, того же куска, это кусочек физического мира, маленькая часть. И возникает вопрос, так как же эта маленькая часть физического мира может быть носителем свободы и ответственности? Вот он этот вопрос, собственно говоря. Но это же только часть. Только часть. А есть ли какая-то другая часть, помимо физической? Есть люди, которые говорят, что есть физический мозг, и у него есть некие нефизические свойства, эмерджентные свойства, или как угодно их назвать, то есть какие-то дополнительные. Но в любом случае они исходят из того, что мозг существует, и сам по себе мозг является физическим. И возникает вопрос, как же вот эти нефизические свойства, как они встраиваются в порядок природы? Как этот мозг может быть проводником моей свободной воли, если сам мозг является физическим и подчиняется тем же физическим законам? Это тот самый вопрос, который ставил Декарт. Он просто ставится теперь с точки зрения другой научной парадигмы. Я тогда стараюсь кратко ответить. Ну, первый, можно начать ответ с короткого контр-вопроса. А вот с чем из списка вы не согласны? Вот из предложенного вы говорите. Ну, там, может, шутить... Не, 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 я помню, я отвечу. Вы согласны со всем, что в списке представлено? Я не могу согласна с этим списком, если я не слышу пока гомендарс по поводу основания. Я могу только спросить по поводу этого списка. Хорошо, тогда переходим к основанию. Я сказал, что большинство из нас согласится с тем, что представленные глаголы описывают какую-то ментальную активность. Это был мой клейм. Дальше, согласны ли мы с этим или нет, это, оказывается, эмпирический вопрос. Мы просто опрашиваем публику и спрашиваем, согласны или нет. Если все согласны, то мой тезис о том, что мы все согласны, оказывается верным. Если мы не согласны, то мы не согласны. Потому что условия, условия, это не мысленный эксперимент. Это эксперимент, который проводится. Есть эксперименты о том, что люди, например, феноменальные аспекты сознания больше ассоциируют с физическим устройством системы, а когнитивные способности системы больше ассоциируют с функциональным потенциалом системы. Это вопрос, который просто разрешается. Когда мы спрашиваем о значении слов, значение слов в обыденном языке таково, как люди его употребляют. То есть, если мы спросим, я скажу, большинство людей считают, что мы считаем, здесь мы все согласны, что дом это то, где ты живешь. Конечно, мы можем дальше спросить, может кто-то с этим не согласен. Каков процент людей, которые с этим не согласны. Это вопрос абсолютно эмпирический. И, соответственно, ссылка на мы, она здесь отсылает на то, что я специально пытался вот мягкий список составить. То есть, что если вы хотите, он открыт, то есть, я не говорил, что он исчерпывающий. Если вы хотите вычеркнуть из него что-то, давайте что-то вычеркнем и проведем дальнейшее какое-то рассуждение. Мы можем дальше спросить, вот ощущать боль, это является, вот чувствовать боль, это является сознательным состоянием. Давайте поднимем руки. Кто не считает, что чувствовать боль это сознательное состояние? Еще раз, бизнес, формулируйте. Нет, нет, кто не считает, что чувствовать боль это сознательное состояние. Поднимите руки, пожалуйста. Смотря что имеется зуб от сознания. Нет, друзья, как бы мы, вот как бы, знаете, и дальше мы можем идти один вопрос, другой задавать и корректировать этот список. Теперь по поводу человека, который находится в психиатрической больнице. Здесь, наверное, может я не четко выразился, спасибо, что обратили на это внимание. Я сказал, что отсутствие чего-то из этого списка не исключает человека из списка сознательных. То есть я как раз сказал, я хотел сказать наоборот от того, что вы мне приписываете. Что если человек находится в лечебнице и он, допустим, не может ничего вспомнить или ничего запомнить не может. У него перестала работать, допустим, у него перестала работать кратковременная память и работает только долговременно. Он помнит только то, что было давно. А то, что было 5 минут назад или вот только что, он у него вылетает из головы. Мы не скажем, что он не обладает сознанием. И то есть вот я как раз хотел сказать наоборот от этого, от того, что мне приписали. Спасибо, Евгений Викторович. Спасибо. Спасибо. Я не Мавышкин, я здешний. Мария Александровна, вот, я к вам хочу сказать, что это самое красивое, и вот я прямо сразу к вам и буду обратиться. Вот позиция натурализма. Вы говорили о том, что вы специально взяли самую слабую часть натурализма и пытались продемонстрировать, как она работает. Я бы хотел, чтобы вы сейчас вспомнили самую сильную часть натурализма, самую лучшую, про самую прекрасную, что вы знаете о натурализме. И вспомнив о ней, ответили мне, а что такого в натурализме есть, чего не было бы в трансцендентализме. Еще раз, почему я к вам такой красивый хочу с этим обратиться. Это подсказка. Это было тебе подсказкой. Вот трансцендентализм, он имеет дело, вообще говоря, ну, по крайней мере, с двумя. Ну, с чем-то другим. То есть, вот есть, значит, сознание, трансцендентальное, а есть еще и природа, ну, которая там как-то конституируется, ну, слово конституируется ничего не означает. Но, во всяком случае, вот, ну, вот есть что-то другое. А вы говорите, вот натурализм, он чем ценен? Потому что там только одно. Если у меня есть, как бы, картошка и корзиночка, то это всегда лучше, чем просто корзиночка. А чем, значит, вот, то есть, чем же, в таком же, в таком случае, чем же натурализм так притягатель? Спасибо. Спасибо большое. Это ваш вопрос. Это вопрос прямо по существу делает. Тот самый вопрос, который у нас уже несколько раз возникнет. То есть, вот, как бы, я отвечу сначала в шутку, используя ваш пример. Я просто хочу сказать, что тот же самый вопрос, который вот Георгий задавал, и вот, на который мы завершили, значит, этот самый наш предыдущий сессию. Значит, сначала в шуточном ключе. Вот, картошка и корзинка лучше, чем только картошка. И, казалось бы, какой же дурак откажется от корзинки, значит, и скажет, нет, дайте мне только картошку, корзинку я выкину. Натуралисты не говорят, что мы выкинем корзинку. Они говорят, вы, транссанитаристы, думаете, что у вас есть корзинка. А на самом деле у вас только иллюзия корзинки. Корзинки у вас нет. Понимаете? Надо научиться с этим жить. Надо понять, как нести картошку без корзинки. Вот в чем. Вот, вот как. Нет, нет, подождите. Это была шутка, понимаете? А теперь вот как бы к сути вопроса. То есть, почему нет корзинки? Значит, и я хочу вот что сказать. То есть, в чем сильная сторона... Смотрите, Марья Александровна, я просил, спрашивал о другом. Я спрашивал, что показывает натурализм. То, что он что-то отнимает, я понял. Я услышал несколько аргументов, как отнимать. Корзинка. Я ничего не увидел, а что он показывает. В чем его разрешающая сила. Значит, смотрите. Дело в том, что натурализм... Ой, извините. Я могу неправильно понимать трансцендентализм. Сранее прошу прощения. Но мне кажется, что трансцендентализм говорит нам, что мы сейчас выясним, что есть сознание и что есть природа. И как бы сознание мы будем исследовать методами феноменологии, а как бы природу мы будем исследовать методами физики. И в результате у нас как бы... Коллеги, дискуссия потом. Хорошо. Ну, допустим. Значит, в результате у нас как бы будет два типа знания. То есть у нас два разных метода, две области знания. Натурализм хочет сказать, что метод феноменологии не годится к исследованию сознания. Но он не говорит, что сознание не существует. Он говорит, что наша задача понять, что мы можем сказать об этом же феномене, используя тот же самый метод, который мы используем в других случаях. То есть в этом смысле у натурализма есть позитивная программа. То есть он направлен на исследование того же самого, но он говорит, что наша задача как философов. Натуралисты считают себя философами, хотя трансаниталисты, может быть, считают, что натуралисты ошибаются, называя себя философами. Но сами натуралисты считают себя философами. И они говорят, как философам наша задача понять, как бы соответствуют ли наши убеждения сути вещей. Вот как бы у нас есть некие претеоретические убеждения о том, что такое сознание. Вот давайте мы возьмём их и будем исследовать. Но только мы не можем исследовать их, просто исследуя само своё сознание изнутри, потому что просто этот метод не работает с точки зрения натуралистов. Вот если коротко. Я не знаю, можно ли назвать это плюсом. Натуралисты скажут вам, плюс в том, что это унификация знания, что мы унифицируем всё наше знание. Плюс в том, что натуралистический подход даёт нам что-то новое, что-то такое, о чём мы не догадывались. То есть, допустим, как те же случаи, например, раздвоения личности или случаи каких-то психических отклонений показывают нам, что даже в ситуации нормы наше сознание работает немножко не так, как нам казалось это до натуралистического исследования. То есть в этом смысле оно предлагает нам заменить корзинку на что-то другое. Вот, скажем так. Петя Михайлович, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, Петя Михайлович Кулович. У меня один первый вопрос к и той, и одной стране, и другой стране. Допускаете ли вы возможность присутствия информации в нашем сознании, которая информация никак не может быть получена через мои органы чувств? Это первый вопрос. Я надеюсь, вы ответите просто да или нет, или нет ответа. И все, мне это устроит. Второй вопрос уже вот этой стороне. Скажите, пожалуйста, каким конкретно физическим законам подчиняется ваше сознание? Я вам напомню, всего есть четыре типа взаимодействия в физике. Слабое, сильное, электромагнитное и гравитационное. Можете пропустить слабое и сильное. Гравитационное – это закон северного тяготения, а электромагнитное – закон кулона, по крайней мере, электрическое. Это вопрос к вам. И вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, допускаете ли вы присутствие сознания в отсутствии живого тела? Спасибо. Здесь тоже можно оценить, да или нет, или нет ответа. С натуралистов, да, наверное, начнем. Первый вопрос был, да или нет. В отношении к присутствии информации, которая поступила туда не из органов тела. Она никак не может быть поступить. Ну, информация – это такой очень многозначный термин. Мы можем сказать, что часть информации закодирована в самой структуре мозга, которая не поступила к нам через органы чувств, а дана нам изначально, то есть отрождение. Какие моменты? Ну, генетически запрограммировано. То есть через первую яйцеклетку? Ну, да. Ну, а генетически все равно физически, как бы я имею в виду, не связано с этим, телесно никак не связано. И даже не через яйцеклетку, а еще и ту самую сперму, которую… Ну, с точки зрения натурализма, как мне кажется, нет такого способа, чтобы информация поступила в сознание так. Я полностью согласен с этим. И вам тогда уже по физическому закону, который подчиняется ваше сознание? Ну, у меня короткий ответ. Нет, сознание подчиняется всем этим четырем типам взаимодействия, поскольку сознание является феноменом в естественном мире, оно подчиняется всем тем же законам. У меня такой же ответ. Любопытно, как вы потом расскажете, как это происходит у вас? У меня, совершенно, то, что закону тяготения подчиняется сознанию, что тянется все время к чему-то. Знание и сознание тяготение тяготение. Ну, вот, касательно первого вопроса, я бы не взялся отвечать в силу того, что мне не очень понятно, что такое информация, ну, что вы имели в виду. Я сразу поясню, например, я никогда не был в пушистанском доме, да, я вдруг вам говорю, вы знаете, в такой-то комнате расположение мебели, такой-то, 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 на картине висит такая-то репродукция, чашки стоят такого-то цвета, там столько-то людей, они делают то-то, 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 то-то. Вот пример, чтобы вы... А, понятно, нет. И второй ответ тоже нет. То есть сознание без живого тела не мыслит. Да, информация нет, а смысл – да. На второго вопроса я не могу знать ответ на этот вопрос, но я действую, исходя из рабочей гипотезы, что нет. Алексей, пожалуйста. Алексей Крюков, издательский центр «Гуманитарная академия». Вот у меня вопрос, наверное, по поводу одного тезиса, сегодня прозвучавшего, по поводу которого обе стороны согласились. Вот речь идет, ну, формулируем на память о том, что нельзя определить там окончательно смысл вещи. Ну, и по этому поводу вопрос согласившимся, да, вот. Игоревичу Сергею Михайловичу. Ну, вот, собственно говоря, а вот почему это хорошо? Вот, почему и это является необходимым для того, чтобы обосновать необходимость сознания, по всей видимости, трансцендентального сознания? Ну, вопрос такого плана, поскольку, если вот мы исходим с такой теоретической предпосылки, что сейчас мы еще пока не знаем, что сознание существует, но вот если оно существует, а в этом заключается стратегия новой европейской философии, то, наверное, это сознание должно нам объяснить на самом деле положение вещей, их смысл, значение, и, собственно, в контексте истинности некое суждение, а суждение предполагает все-таки, ну, какое-то более-менее завершенное окончательное знание. Ну, вот такой мой вопрос по двум сторонам, по поводу этого согласованного тезиса. Не могли бы вы уточнить вопросительную часть? Ну, я так понял, что вот сама проблема того, что вот в реальности, да, ну, по всей видимости, наверное, исходя из фенологической традиции, что сам факт того, что нет возможности основательно и окончательно определить смысл какой-либо вещи, он предполагает уже некое наличие, вообще необходимость, вот наличие сознания как такового. Вот я так вас понял, ну, и снизу с этим вопросом. Гипотеза о наличии сознания дает нам большее богатство феноменов для рассмотрения, чем гипотеза о его отсутствии. Поэтому, конечно, рабочие модели кажутся продуктивным начать с представления о наличии сознания. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы еще будут? Вы отметили, что у нас есть точное согласие, вот здесь есть. Пожалуйста. Вопрос в том, как натурализм будет, какие решения. Мария все равно говорит, что с ее точки зрения, самый сложный вопрос для натурализма, самый болезненный, вы испытаете металлоген в вопросе свободы. Но я не уверен, что это единственная возможная точка зрения, даже с позиции натурализма. Например, мне представляется, что вопрос, от назначения перспективы первого лица, является ничуть не менее болезненным для натурализма, а может быть и более, потому что свободу еще можно объяснить, как видимость свободы, как видимость перспективы первого лица, объяснить кажется интенсивно сложнее. Я хотел бы, чтобы натуралисты, уважаемые, прокомментировали, ну, во-первых, выбор наиболее сложной темы, да, вот вы сказали, свобода, а я могу сказать, в принципе, первого лица. Ну, во-вторых, все-таки, какие у нас есть надежды все-таки в этом достаточно разобщенном мире естественных явлений, где объект, вообще говоря, не существует, макрообъект в каком-то смысле не существует. Как же там все-таки достать эту перспективу первого лица? Да, я не претендую, что свобода воли – это единственный сложный момент. Я согласна, что перспектива первого лица – это тоже сложный, это тоже сложный очень вопрос, собственно говоря, для философии сознания. И вопрос заключался в чем? Как объяснить ее наличие? Ну, что всегда, есть ли у нас какие-то подходы с точки зрения натурализма, которые позволили бы нам надеяться, что эта проблема будет либо элиминирована, элиминирована, в духе нет ни больше всего себе первого лица, это видимо потому-то и потому-то, или решена, то есть, каким образом возникает, собирается та самая ценность, которая, ну, если она умеет говорить, говорит о себе я, а если не умеет, то, тем не менее, относит нечто к себе. Мне кажется, это то, где трансценденталисты могли бы надеяться взять верх достаточно легко. Но можно здесь кереконтр выговорить. Ну, вот, как бы, да, хорошо, спасибо большое. Значит, вот смотрите, трансценденталисты, конечно, легко здесь могут взять верх, потому что они скажут, есть, ну, мне может быть, кажется, что есть субъект, есть я, и вот они уже это сегодня говорили, что это есть, что это существует, и что, как бы, нам дано оно совсем другим типом данности, дано нам, как бы, дана нам, мне дана моя личность другим типом данности, чем мне даны какие-то явления природы. Вот, но с точки зрения натуралиста, как бы, в чём минус этого ответа? То есть, натуралист, он же не будет говорить, что, то есть, как бы, натуралист согласен. Вот у натуралистов, у них тоже есть употребление слова «феноменология», в другом, правда, смысле. То есть, как справедливо отмечено, по-моему, Георгий Игоревич отметил, что натуралисты тоже говорят «феноменология», но у них это очень похоже на психологию. Похоже, потому что натуралисты словом «феноменология» называют что? Вот, как бы, непосредственное, дотеоретическое описание явлений моей сознательной жизни. И вот я, как бы, как до того, как я занимаю натуралистическую позицию, или после того, как я ее занимаю, я описываю явления своей сознательной жизни. И я их все описываю с перспективы первого лица. И они обладают вот всеми этими свойствами. То есть, они, вот, квалитативная природа у них, так называемая. То есть, как бы, я ощущаю ощущения, которые наделены какими-то качествами, у которых, вроде бы, нет физических вещей этих качеств. Но, чем, как бы, почему натуралист все-таки вот лезет в омут и говорит, что я сейчас буду это объяснять? Потому что он говорит, что трансценденталист не дает никакого объяснения. То есть, он вообще не объясняет, как вот эти вот явления сознательной жизни, каким образом они связаны с явлениями природы. А натуралист пытается дать ответ. Нет, и это очень сложно дать ответ. Конечно, я сейчас за одну минуту не скажу, какие есть разные подходы. Я могу только сказать, что есть несколько подходов, каждый из которых пытается дать ответ на вопрос о том, как из объективных явлений природы, существующих в реальности, возникают, как бы, вот субъективные сознания, наделенные перспективой первого лица. Но, просто хочу подчеркнуть, существенный момент для натурализма – это попытка сформулировать вопрос так и попытка дать какой-то на него ответ. А дальше уже можно смотреть, какой. Сергей, вы можете добавить? Да, здравствуйте. Я Антон Кузнецов из НГУ. У меня вопрос по понятиям. Сергей вначале обрисовал примерное представление о том, что такое сознание, но, к сожалению, обе стороны не обрисовали примерно хотя бы, что такое натурализм и что такое трансэнгентализм. Явным образом мне показалось, что сторонники трансэнгентализма отождествляют трансэнгентализм в номинологии. Мне кажется, что это может быть не совсем точным. Поэтому я бы попросил обе стороны просто кратко… Я, честно говоря, не понимаю, что это. Но примерное представление ваше, исходное, от чего вы отталкиваетесь, что такое натурализм, что такое сознание? Сознание. Нет. Сознание – это просто именно качество. Вот. Все. Весь мой вопрос. Ну, мы с трансэнгентализм нашел. Там… Сюда? Да. Так, тогда… Коллеги. Отвечайте. Ну что ж, я не считаю единственной формой трансэнгентальной философии. Для меня трансэнгентальная философия – это та философия, которая принимает максимально всерьез кантовский-каперинканский переворот, необходимость учитывать роль субъекта, пусть коллективного, смыслонаделения. Дело обстоит, мне кажется, не так, как если бы мир был уже готовым перед нами в качестве действительности, в качестве объективного мира, как это французировала Мария Александровна. Дело скорее обстоит так, что у нас есть некий набросок, эскиз, чертеж этого мира, который подлежит заполнению. И здесь роль субъективности в широком смысле, мы не обязаны говорить о субъекте, как о некой субстанции, субъективности в самом широком смысле, чрезвычайно важна, чрезвычайно высока. Трансцендентализм требует учета роли субъективности в заполнении или достраивании, в формировании этого мира, который никогда не дан до конца в качестве готовой действительности. Извините, Георгий, я все-таки попросил бы на задать специфическое определение, поскольку натуралист может сказать то же самое, что сознание всегда участвует в том, какими представлениями мы обладаем. Это тривиальный тезис, который разделяется всеми философами. Трансцендентальная философия в том, что вещь объективно существующая, вещь не дана до конца, как, впрочем, и реальность. Реальность это скорее регулятивная идея, бесконечная идея, бесконечная задача, к которой мы должны двигаться. Совершенно согласен с тезисом, что феноменология не единственная версия трансцендентализма, и, конечно, присутствующие здесь два феноменолога представляли эту версию по преимуществу, это понятно. Есть трансцендентализм с регрессивным методом Кантовский, есть трансцендентальный конструктивизм Фихта и так далее. Я сейчас предельно жестко сформулирую позицию трансцендентализма. Единственное, что здесь одно слово придется взять в кавычки, ввиду того, что там понятие того, как это делать, сильно расходится, и как раз здесь различие трансцендентализма. Трансцендентализм – это такая философия, которая отвечает на вопрос, как возможно познание и существование действительного мира. Отвечая на этот вопрос, она говорит, что она возможна, потому что есть субъект. Существование субъекта является условием, что бы ни подразумевалось под субъектом. Или еще жестче. Трансцендентальная философия – это философия, которая выводит бытие мира и истину о мире из бытия субъекта. Опять же, сколь бы сложно ни был структурирован этот субъект, с учетом каких-то, учитывания каких-то пассивных слоев, как угодно. И что бы здесь не понималось под выводе. Там тоже версии разнятся. Вот такая предельно жесткая позиция. Спасибо. Я вот не подписался бы только по словам «выводит», сказал бы «сопрягает». А вариант вашего натурализма? А, наш вариант натурализма. Трансцендентальный вариант натурализма. Ага. Ты же не спрашиваешь, что уже и не спрашиваешь. Понятно. Итак, нормально, нормально. Итак, с позиции трансцендентализма натурализм. Это философия, которая исходит из того, что Гуссер называл тезисом мира. Есть объективный мир. Но это еще не натурализм. Это объективизм называется. Так вот, есть объективный мир, который трактуется как природа. Что означает «трактуется как природа»? Трактуется, во-первых, как совокупность фактов, во-вторых, как совокупность каузальностей, в-третьих, как совокупность материальностей, которые образуют то самое замкнутое целое. Ну, о котором Мария Александровна сказала. Соответственно, философия, которая выводит все феномены, ну, объясняет все феномены, опираясь на этот тезис, то есть на тезис мира как природы, как некое неколебимое основание, является натурализм. Вот такая трактука. Спасибо. Я тоже, пожалуй, уточню свое понимание натурализма. Умеренный натурализм утверждает самодостаточность природы, говорит, что у нас нет необходимости привлекать проблему сознания для анализа ряда природных закономерностей. Сильная версия натурализма, натуралистического тезиса подверстывает все возможные типы предметности под один определенный класс предметов природных вещей процесса. Вот я вижу здесь две, как минимум, главных вариации. Ну что, натуралистам, да, ведаем слуху? Ну, я начну тогда также с определения натурализма, а потом к определению натурализма. Я воспользуюсь, на самом деле, мне очень понравилось определение натурализма в одном предложении, которое я посчитал у Андрея Борисовича. Он сказал, что натурализм — это отождествление природы сущего. Вот, как я его писал, у вас такая фраза была. Мне она очень понравилась, максимально краткая. Если это разворачивать, то сегодня большинство философов и натуралистов фактически придерживаются физикалистской антологии. То есть натурализм не подразумевает физикализм, но фактически, вот те, кто называют себя натуралистами, очень часто придерживаются физикалистской антологии. А что это означает? Что согласно физикализму, всё в мире имеет физический характер или в нём нет ничего сверхфизического. Или физические факты в известном смысле исчерпывают все факты относительно этого мира. Это определение Инвагина. Нет, Чалмерс. Да, Чалмерс. Дальше, может, вопрос возник наш. Как вы определяете физическое? А физическое определяется так, что то, что может быть описано наилучшей физикой настоящего или идеальной физикой ведущего. А теперь, что касается трансцендентализма. Мне кажется, я согласен, что есть разделение разных течений трансценденталистских, но мне кажется, трансцендентализм считает, что можно вывести некоторые закономерности из сознания самого по себе. То есть эти закономерности и присутствуют в сознании, и могут быть выведены оттуда методами рефлексии, то есть саморефлексии. То есть эпистемологическим ключом к устройству сознания являются сами процедуры рефлексии, самоописания и так далее. И это похоже на сведение феноменологии к психологии, о чем говорилось. Но здесь я вот что хочу добавить, что мне кажется, чтобы трансцендентальный проект был успешным, ему нужно доказать не антологическую автономность сознания, а с этим возникают большие проблемы. Потому что серьезных оснований, ну это просто моя позиция, серьезных оснований для того, чтобы считать, что какая-то часть мира отличая, или что-то, о чем мы говорим, не является частью мира, который подчиняется каким-то законам, такой аргумент довольно сложно изобрести. Спасибо, тогда я тоже перейду к тому же самому. И скажу вот что, натурализм, по сути дела, это может быть, его можно назвать, то есть вы определяете его позитивно, как то, что исследует замкнутую природу и так далее, его можно назвать, его можно определить негативно. Натурализм всего, на самом деле, в большом счету содержит в себе, с моей точки зрения, натурализм тоже объединяет по-разному. Это анти-трансцендентализм. То есть это теория, которая говорит, что нету, то есть не только, как Сергей Михайлович говорит, что очень сомнительно нам антологический статус отдельный сознания. Правда, так и есть. Для натурализма это очень сомнительно. Но, а что я до этого говорила, что натурализм, и почему это сомнительно? В том числе потому, что на самом деле, с точки зрения натурализма, у нас нет способа различить две вот эти сферы. То есть трансцендентализм говорит, что есть сфера природного, есть сознание, которое конституирует природное, ну или которое находится в каких-то отношениях с этой сферой природного. То есть, что мы можем различить между субъектом и природой. Дальнейший вопрос, как именно. Натурализм просто говорит, что мы не можем провести самого развлечения. Вот с моей точки зрения. Спасибо. Пожалуйста. Я все так же, Саша Алименович, все так же со второго курса. И, кстати, любопытное, что бы получилось, такое ощущение складывается, как будто натуралистическая позиция, ну не, ну как бы резко так напали, просто сразу оговорюсь, вы привыкли к тому, что результаты имеют меньшее значение, нежели обоснования. В смысле, основания, я бы даже сказала, это как бы философский концепт, потому что нам всегда нужны такие основания, которые, ну, прочные, всеобщие и необходимы. В этом плане результаты есть, ну, складывается такое ощущение. А основания, ну, вот как бы вопрос Натальи Андреевны был, особенно такой, который показывал, что если все можно только свести к империи, это не совсем то, что нам хочется так услышать, вот, то есть нам все-таки нужно, это всеобщим необходимо. Но для того, чтобы все было не так, как выглядит, что как будто бы мы все-таки любим феноменологию, это трансценденталисты, задам вопрос и спровоцирую их. Вопрос, собственно, в следующем. Дарья Викторовна и Сергей Витальевич, мы учимся на антологии, они у нас абсолютно те же дебаты проводили, только среди студентов. И у нас как раз был вопрос вот в таком контексте. Вот есть натуралисты, у которых есть объективный мир, есть вещь сама по себе. И, соответственно, диалог с людьми возможен, когда есть вещь сама по себе, и она данная. Ну, вот есть она, и по отношению к ней можно, как бы, говорить, что есть что-то правильное, что-то неправильное, есть нормы, есть какие-то вот такие вещи объективные, так сказать. А вот есть трансцендентализм, который исходит из субъекта, и я эту позицию честно несколько поддерживаю, мне она очень нравится. Но тут как бы с необходимостью встает вопрос, а тогда как возможно абсолютно неконфликтное, или хотя бы относительно неконфликтное отношение с людьми, в смысле вот общность? Это вопрос, и этот вопрос... Да. Спасибо, но... Ну, понятно, как оно возможно, и это как раз это вопрос... Во-первых, спасибо за вопрос, потому что он позволяет мне одновременно прояснить, ну, очевидно, ошибочную трактовку феноменологии, которую у Марии Александровны звучало просто как лейтмотив. Вовсе нет для... С точки зрения феноменологии нет никаких двух объяснительных принципов природы и сознания. Можно сказать? С точки зрения феноменологии, тогда в натурализме есть два этих принципа. В натурализме их тоже нет. В натурализме тоже говорит, что есть только один принцип объяснения. Нет, это... Нет, с точки зрения феноменологии в натурализме есть только один принцип объяснения. Это объективная природа. Вы говорите объективно, которое занимается... Вот это интересный момент, и он требует прояснения, потому что я всегда по наивности своей считал, что опора на физику подразумевает машинерию объективации. И если та физика, к которой вы апеллировали, современной или лучшей из возможных физик, которая прозвучала, если имеется в виду какая-то другая физика, ну, например, физика, где действуют ангелы, демоны и так далее, такая физика же тоже представима вполне, да, и даже была, то, видимо, тут нужны пояснения. Я-то все время думал, что натуралисты, они опираются на результаты наук, экспериментальных, теоретических, ну, видимо, со всеми подразумевающимися процедурами, ну, видимо, ошибался. Тогда нужно пояснить. Нет, нет, это пока, это ответ на, да, теперь касательно вопроса по смыслу трансцендентализма. Общенности, возможности, общенности между людьми. Да, да, для феноменологов также условием возможности, собственно говоря, есть два условия возможности общности между людьми, а именно формирование ложного единства, или, как бы марксисты сказали, ложной тотальности, Карел Кусик бы так сказал, это формирование единства на основе полагания объективностей. Когда развлечения жизненных миров стираются, и мы начинаем апеллировать только к тем свойствам, которые в итоге, с чем все согласны, в результате опроса, например. Ну, понятное дело, что не в результате опроса, а в результате там соответствующих процедур методических, когда все приводятся к согласию. Вот это вот считается теперь вещью и исходным пунктом, и отсюда объясняется жизнь. Попросту говоря, жизнь проживается так, что в качестве эффекта ее появляется объект, из которого все жизненное содержание уже вытрясено, но он является результатом жизни, и потом из этого результата жизни объясняется сама жизнь. Вот это ложное единство. Вот та самая концепт вещи в себе, это концепт образования ложной тотальности, по-марксистски говоря. Я позволю себе. Соответственно, есть второй способ объединения, а второй способ объединения людей, он называется слияние горизонтов. Диалог, там, ну, это разные концептуализации бывают. Это когда жизнь рассматривается не через продукт этой жизни, положенный в определенных обстоятельствах, под определенные цели, которые именуются объективностью, а когда она рассматривается в своем собственном движении взаимного переплетения, конфликтного очень и так далее. Так что у феноменологии не то, что, как бы, нет концепта единства. Ну, она не описывает условия возможности единства. Она описывает два условия возможности единства. Одну из которых считает ложным, то есть, объективистское вообще и натуралистическое, в частности, объяснение. Оно считает, что это социально опасная, так далее, так далее, доктрина, ну, со всеми вытекающими последствиями и с концом карфагена. Вот, ну, и есть второй принцип единства. Спасибо. Вопрос, коллега. Если нет вопроса на Алексея Едоровича, у вас, да, будет вопрос? А, можно, да? Я теперь просто как рядовой участник, у меня вопрос Сергея Михайлович, он очень простой. В рамках, опять же, единства понятий. Вот как возможно, что одна и та же концепция, философская теория, включает в себя два определения сознания. Определение первое, сознание, это процесс в мозге, и определение второе, нечёткое множество функций взрослого, здорового, будущего, стоящего человека. Как это может входить в одно направление? Как это возможно совместить? Вот, мне кажется, что на очень разных основаниях здесь сознание концептуализируется. Если вы мне проясните основания. Да, просто это разное направление. Одно — функционализм, а другое — это физикализм. Вот, просто и те, и другие, большинство и функционалистов, и физикалистов, они скажут, что они натуралисты методологические. То есть, в рамках натуралистической парадигмы существует огромное число разных теорий сознания. Там, репрезентационализм, там, биологический натурализм, сёрла, там, и так далее. То есть, и каждый из них даст вам своё определение. То есть, количество… Я просто привёл пару, но их можно много. Почему они натуралисты? Потому что они согласны с тем определением натурализма, которое, ну, я дал, ну, более-не-менее, или с тем, что я ломашу. Они скажут, что мы не должны постулировать ничего сверхъестественного. И когда мы говорим, что в мире мы не должны, допустим, постулировать ничего сверхъестественного, это не значит, что у нас есть разные теории относительно разных явлений. Просто сознание для натуралистов, это не всегда, не для всех из них какой-то центральный концепт, вокруг которого строится что-то. Вот относительно, вот вы, вот можно быть натуралистом, иметь две теории о высшем образовании, например. И о сознании тоже можно иметь две разные теории и так далее. И вот Мария Александровна, я тоже хочу добавить. Маленький стокументарий, просто проясняющий, что натурализм может, то есть натурализм, как здесь мы его защищали, поскольку очень широко был поставлен вопрос. Мы здесь защищали его как онтологический и как методологический принцип. И вот в связи с этим можно сказать, что вот онтологический принцип, натурализм говорит, что существует, всё то, что существует, может быть исследовано путём естественных наук и ничего другого нет. Это онтологический принцип. Методологический принцип, что способ исследования любого предмета, это тот способ, который дают нам естественные науки. А дальше, именно в силу этой методологии, уже у них различные теории сознания, поскольку это же эмпирически мы исследуем, что это такое. И дальше могут быть разные ответы. И более того, я бы хотел сказать, там есть строгий, сильный натурализм. Я не буду сейчас даваться, просто в разных источниках можно прочитать сейчас, что вот есть такая область, вот есть разные области философии. Есть там этик, есть эпистемология, есть тантология, там ещё что-то. Вот, есть философия сознания. И сейчас один из консенсусов, с которыми согласны и философы, занимающие антинатуралистическую позицию. Я вот могу какие-то ссылки там привести, если мне дать какое-то время. Вот, они согласят, то есть даже современные субстанциальные дуалисты согласятся с тем, что натурализм это главенствующий принцип философии сознания. То есть большинство, вот если мы философию сознания сегодня берём, то то, что философия сознания должна быть натуралистичной, это то, что говорит большинство современных философов сознания. Это не говорит, что в аналитической традиции, при этом это не значит, что в аналитической традиции нет антинатурализма. То есть отождествление натурализма и аналитической традиции было бы просто неверно. Спасибо. Георгий, у вас вопрос кого-то или репорт? Потому что там ещё перед вами был вопрос. Давайте. Ну, на самом деле, не знаю, мне кажется... Максим, представь себе. Меня зовут Максим Демин, из школы экономики в Петербурге. Мне кажется, вопрос мой проекционный, но я всё равно его решил задать. Вот здесь были представлены две позиции. И мне интересно, как видится представителям этих позиций взаимодействие между этими позициями. Это конкурирующая модель объяснения одного и того же. Либо это взаимодействие может быть выстроено как усложнение высказывания новых и новых аргументов, попытка продумать какие-то ответы. То есть такое конструктивное взаимодействие, когда каждая позиция становится более укреплённой. Или как-то взаимодействие. Как вам кажется, какая из этих моделей или какая-то другая модель вам кажется и впечатлительной? Ну, последнее отвечаю. У меня сложилось впечатление, что для натурализма принципиально быть анти-трансандентализмом. Но в том-то и дело, что для трансандентализма нет такой необходимости быть анти-натурализмом. Вот это странная несимметричная ситуация, которую я хотел бы подчеркнуть. Понятно. Я бы хотел подчеркнуть, что с такими друзьями и врагов не надо. Отвечая на вопрос, то есть вот эта теория двойной бухгалтерии, которая в Москве уже кое-какого из неплохих феноменологов заразила, она по последствиям, мне кажется, просто чудовищная. Мой ответ на ваш вопрос, это борьба на уничтожение, никаких вариантов. Так, ну, я вижу, ставки в игре повысились. Я не могу не согласиться, как ни странно, с Алексеем Эдуардовичем, но в каком ключе? Что я считаю, да, что натурализм и трансандентализм – это взаимоисключающие принципы. Соответственно, нужна ли коммуникация? Конечно, нужна коммуникация, потому что, ну, помимо того, что знай своего врага, то есть как бы вопрос-то почему? Эти же принципы, мы их придерживаемся по причине каких-то аргументов. То есть, мне кажется, натурализм и трансандентализм – это как бы продумывание разных оснований. И, конечно, я склоняюсь к натурализму, но это не означает, что мне не нравится философия Канта или так далее. Это всего лишь означает, что когда мы, ну, или вы, соответственно, наверное, примерно то же самое. То есть, вы тоже задали себе какие-то вопросы. То есть, в этом смысле, мне кажется, взаимопоникновение этих двух и взаимопомощь этих двух систем состоит в том, что это критический разговор. То есть, когда ты смотришь на аргументы другой стороны, ты, может, найдешь слабые какие-то места в своей позиции. И, может быть, ты будешь переубежден, а, может быть, и нет. Я, например, была трансанденталистом, и меня переубедили натуралисты. То есть, я из, как бы, из перебежавших на сторону врага. Вот, скажу так. А я не то, я хотел согласиться вначале с Марией Александровной, а потом привести свой пример как перебежчика. А, казалось, как бы, даже, я могу согласиться с примером. Юрий. Да, у меня подчиняющий вопрос на реализацию. Вы отрибляли натурализм как агит, архитентализм. Тогда верно ли, что последовательный натуралист должен привести, дегонструировать третьего чистого разума? Это некая задача, очень срочная, одна из самых важных, последовательного натуралиста. Или такой задачи не стоит? Как можно быть антитрансенталистом после Канта? Нужно проделать определенную работу для этого? Да, значит, и этот момент тоже всплывал уже у нас. Значит, что скажут натуралисты? Они скажут, что Кантовский трансцендентальный проект очень хороший, это отличная вещь. Но Кант говорит, что сейчас я, как бы, обнаружу формы, как бы, формы данности мне всего, да, трансцендентальная форма чувственности, там, значит, эти вот понятия, то есть я, как бы, обращаюсь не к опыту, а, как бы, к каким-то внутренне, видимо, все-таки в сознании данным мне структурам, и их обнаруживаю. И вот они, вот я их вам описываю, говорит Кант. Натуралист говорит, что обращаясь внутрь, то есть как бы глубоко внутрь мы не обратились, мы все равно будем всегда встречаться только с какими-то явлениями нашего опыта. И у нас нет, вот, хороший пример из Уильяма Джеймса. Вот он говорит, что даже, то есть что говорят, как бы, натуралисты, эмпирики. На самом деле натурализм, это по большому счету эмпиризм. То есть что говорят эмпирики? Они говорят, даже если бы вдруг мы достигли той точки, когда мы нашли правду, то есть когда мы нашли истину, когда мы нашли полное соответствие наше мнение, наше представление реальности, не зазвонил бы колокол, который сказал бы нам об этом. То есть у нас нет способа найти вот эти вот финальные основания. Мы не можем найти внутренние формы чувственности, мы не можем ничего этого найти, потому что все, что мы находим, это всего лишь очередные какие-то эмпирические явления. Вот такой ответ. Я даже хотел чуть-чуть уточнить, стоит ли еще перед натуралистами задачи неконструкции критики чистого разума или задача считается выполненной? Задача, я думаю, считается выполненной. А кем? Задача, скажем так, задача считается выполненной такими людьми, как, например, Райл или Фрейд. В каком смысле, сейчас уточню. Что эти люди показывают нам, что мы не знаем своего собственного сознания, что нам кажется, что вот это финальная достоверность, и никто никогда не переубедит меня в том, что это финальная достоверность. А оказывается, что нет, что я могу ошибаться относительно своего сознания. Вот это, с точки зрения натуралистов, это как бы критически, как мне кажется. Тут у меня как бы я на сложной позиции нахожусь. Натуралисты по-разному думают на это дело. Это такой историко-философский вопрос. Алишер. А, да. Здравствуйте. Меня зовут Алишер Камин, я тоже с философского факультета, с третьего курса. И у меня такой вопрос. И мне небольшое замечание. В среднем веке был мир и Бог. И при этом мир был конечен, а Бог был трансцендентен, и на этом миру был совершенно непостижим. Я так понимаю, в натуралистической позиции мир остается, как и прежде. Но статус его, видимо, какой-то иной. А все трансцендентное иллюминируется и отрицается. И любая редукция к нему тоже отрицается. Но при этом есть принципиальный тезис о том, что у нас постигаемость, постижимость и мир познаваем. Как увязать его с тезисом о бесконечности мира? Можно ли это сделать? Если мир бесконечен, то как он познаваем? Если как-то с миром нужно иначе работать, то как? А кому адресованы вопросы? Натуралисты. Я тогда отвечу сразу, потому что это прямо продолжение моего предыдущего ответа. Да, познаваем, но натуралисты сильно меняют концепцию познания. Это эмпирическое познание. То есть мир познаваем, но никогда мы не будем находиться в том состоянии познания, когда мы говорим, что мы достигли финальной точки. Больше нам познавать нечего. То есть он бесконечно познаваем. Бесконечная работа. Я не философ, у меня образования высшего нету, но сегодня было очень много сказано. С одной стороны про натуралистов больше, про натуралистов меньше. Про ментальность. Мне бы хотелось обоих сторонам, чтобы дали понятие, что такое ментальность в том числе натуралистов и в том числе трансценденталистов. Я думаю, у них там какая-то разница должна быть. И второй вопрос о свободе. Хотелось бы услышать с этих двух позиций сегодня, что такое свобода для человека? Я вообще обладаю для человека свободой, не имея никогда такого опыта, как свобода своих братьев. То есть я считаю, что человек никогда не был свободен, и он не знает вообще, что это такое. То есть есть какие-то законы клинические? Про свободу я просто воспользуюсь определением с классического компатабилизма, действовать в соответствии с своими желаниями без внешних ограничений. Ну то есть что значит быть свободным. По поводу ограничений ментального, ну я просто был один из тех, кто давал какие-то определения, и я их продолжаю придерживаться. Ну то есть ментально, то есть вот, например, ментальное, что я перечислил, что по моему мнению относится к ментальному, что вызвало некоторое неудовольствие относительно того, что якобы у нас нет консенсуса в этом вопросе. Давайте продолжим. А давайте теперь противопоставлять какие-то активности, которые не относятся к сферам ментального. Например, вот пищеварение, или там рост, не знаю, там, рост волос. Вот кто считает, что рост волос относится к сфере ментального? А вот бег относится к сфере ментального? Вот я бегу. Да. Ментально. Не, 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 я, да, это не согласие. Я начал... Согласие с вопросом. Да, я хотел сказать, что я понял вопрос. А это уже, понимаете, вот здесь сложнее. Понимаете, что бежать можно не, как это, не намеренно. То есть, как бы вы можете быть в луна. То есть, вы можете быть... Обычно, если человек бежит, он бежит, потому что он захотел куда-то бежать. Вот. Просто есть случаи, где мы легко можем определить, вот относится вот эта активность к сфере ментального, или не относится. Вот опять же, вот рост волос, как бы, у организма относится к сфере ментального. Есть люди, которые относятся к сфере ментального. Вот вряд ли. Вот вряд ли. Вот даже... Вот никто не поднимает росту. А сфера, она как раз и определяется таким образом, что, знаете, вот сознание, это, хоть и... Это, с одной стороны, и дотеоретически отчасти конструкт, но он и довольно сложный. Он, знаете, он не дан нам врождённо, как бы, многие люди, там, без образования, вообще без какого-либо, там, они не всегда схватывают этот концепт. То есть, как бы, понятие души, как такое, вот, там, субстратное, какое-нибудь, там, прото-представление о сознании в каких-нибудь, там, старинных, каких-нибудь, там, примитивных культурах. Как бы, вот это, она же тоже определяется через какие-то признаки. И вот то же самое, вот я причём пример-то с университетом приводил, что, понимаете, не всегда можно дать определение, которое, вот, будет чеканным, понимаете, там, стул на то, на чём сидим. Ну, вот, как бы, но это не только стул, да, и так далее. Я, честно говоря, в процессе ответа немножко забыл вопрос. Вопрос, да, про ментальность. Вот, я привёл, собственно, активности, которые мы, вот, ответ-то мой такой, что есть какая-то активность, которую мы относим к сфере ментального, как бы. И когда мы говорим ментальное, мы подразумеваем вот эти активности. Вот мой ответ. Так, наш менталист, да, передавим слово. Ну, они в разных местах. Ну, к счастью, к счастью. Ну, соответственно, термин «ментальный» у феноменологов редко употребляется. Сознание обычно говорится. Хотя понятно, что это исторически, в общем, одно и то же. Итак, сознание – это то, что относится к действительности, то есть к тому, что на самом деле есть. Через относится, не в смысле принадлежит, а то, благодаря позициям чего, что-то принимается за действительное, а что-то нет. То, что решает, что на самом деле. Слово «решает» здесь, конечно, в кавычки, в том смысле, что это не обязательно эксплицитное решение, это некое занятие позиции. Вот я нечто принимаю или отрицаю, вот инстанции, ну, принимаю или не принимаю, как существующие. Вот это, собственно, и есть то, что полагает мир и самого себя. Вот это и сознание. Причем в его смысле. Ну, долгий разговор был бы о смысле. То, в позициональной позиции, чего ничего невозможно. Вот так бы я примерно ответил. Смыслоноделяющая инстанция. Уважаемые коллеги, у нас, наверное, уже много вопросов было задано. Я предлагаю тогда последние три вопроса, которые были. Нет, ну, небольшие, да? У нас был вопрос у Натальи Андреевны, у Ксении, и вот потом здесь. Снимаешь, да? Нет, 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 не вопрос, а реплика была. Мы хотели в реплику. Ксении у вас. Мы хотели выступить. Пожалуйста, меня зовут Ксения Камичук. Я не смеется, не буду, сейчас могу, я учусь в европейском. Сколько вам лет? Шесть. А вы только обещали, представим. Ну, вопрос, сколько, по повеселям. Один духи ваших уже. А давайте проведем опровод. Мой вопрос касается позиции натуралистов в отношении такого направления как ростонатализм. Следующее отношение. На мой взгляд, как я всегда себе представляла ростонатализм, это такая философская практика, это движение, освещение и так далее, которое изначально как некое поле своей работы как раз выделяет эти самые сомнительные для натуралистов какие-то психические феномены, какие-то наши представления, какие-то наши субъективные пресуппозиции, в рамках которых мы никак не можем достичь какой-то углы истины, потому что они остаются вариться в своем каком-то котле, или менее того, что-то забрасывается из внешнего опыта. Но это в рамках слова, какого света еще не возникнет. Но, как мне представляется, как раз такие тенденции натуралистов состоят в том, чтобы зафиксировать положение вещей достаточно разсомдительно, с чего начинает Декарь, с чего начинает танцы, с чего начинает гусор. Собственно, это с фиксацией этой сомнительности и недостаточности наших психических пеноменов, в том смысле, гусор отличается из металла. И далее, государизм занимается встраиванием некоторого механизма, в рамках которого вдруг мы могли бы обрести вот этот самый исчез, но не на том изначальном уровне наших психических пеноменов. На мой взгляд, критика натуралистов была связана как раз с тем, что они игнорируют вот эти вот все механизмы, все эти теоретические устранения, и обращают критику на изначальное поле, с которым работают трансменденталисты, которые, в общем-то, из него как бы выходят с точки зрения грамок цивера, а вот с точки зрения натуралистов вроде бы не выходят. Мне хотелось бы спросить о том, насколько это от фиксированных позиций натуралистов, то есть они сознательно отказываются трансменденталистам в этих всех механизмах, и они считают, что эти механизмы не работают. И они считают, что они и не могут работать. На мой взгляд, здесь есть некоторая заминка в красно-натаристском проекте, а есть вот тут некая складка, которая позволяет нам все-таки выйти каким-то достоверностям, очевидностям, выстинам, не изначальным очевидностям, да, таким-то, каким-то... Это вопрос с натуралистом, да? Да, да. Я не буду спрашивать о красно-натаристах, потому что мы сейчас у вас и родственники, мы не ходим по поводу красно-натаристов. Это очень большой вопрос, конечно. Значит, я рискну и отвечу. Значит, мне кажется, что натуралисты говорят... То есть можно ответить просто. Можно сказать, что вот все вот эти механизмы, и все эти явления, и вот это вот все... Натуралисты их не отрицают. Они просто включают их в сферу своего исследования. Они говорят, давайте посмотрим на то, что эти механизмы из себя представляют. То есть как конкретно они работают. И вопрос здесь в чем? Вопрос здесь в чем? Получается ли так, что эти механизмы необъяснимы с точки зрения натурализма? То есть натурализм не отрицает, что какие-то механизмы есть. Но он пытается посмотреть, как конкретно... Вопрос был достаточно абстрактный. То есть какие конкретные механизмы имеются в виду? Это может быть много, что имеется в виду. Правильно? Но предположим, что это... То есть с точки зрения натурализма... Здесь я могу ошибаться, да? Но так считают многие философы, что с точки зрения натурализма один из главных методов как бы трансцендентального подхода состоит в обращении к своему собственному сознанию. То есть в некой рода интроспекции. Ну вот я понимаю, что натуралисты... Тогда я скажу коротко. Тогда я не буду вдваться в деталях. Коротко натуралисты скажут так, что все, что мы, что наша позиция это онтологическая и методологическая позиция. То есть как изучать и что есть. И мы с этой же позиции подойдем ко всем тем прочим механизмам и посмотрим работают они или нет. Если работают, как натуралисты скажут, Значит, мы их натурализовали, это будет называться натурализация феноменологии, мы их натурализовали, если не работают, мы как натуралисты скажем, что что-то здесь не так, это неправильный механизм, или еще что-то, вот я бы так тогда ответила. Натурализовали, не неправильно. Да, может, транссаниталисты ответить, прокомментируют. У меня вопрос к лагерям натурализов, мы здесь выяснили уже, что натурализация феноменология. Вообще, очень четко. А вот чтобы, по крайней мере, нам не поняли, что это понятие более широкой, чем феноменология? А уже феноменология существует такая фраза как «каку-каку, феноменология, то что феноменология». И, прежде всего, у меня вопрос к Иготу Игоревичу. Вы вспоминали Канта и говорили, что, с другой стороны, что континенталист может быть метро-олитик, или, по крайней мере, кто-то посмучал, что, возможно, два языка описания. То есть у вас онтологический такой континенталист, как у Канта, или гуссоверский. Спасибо большое. А вы чем-нибудь захочете вопрос? Да, еще Алексей Юдарду еще тоже. Ваша традиция, вашего континентализма, она ближе к чему? Это уже очень мягко. Позвучал жизненный мир, горизонт. Это, видимо, не гуссовер, это не эпохи. Вы сказали, или-или невозможно. Для гуссовера возможно. Он-то, как раз, наверное, мог быть натуралистом. Но, по крайней мере... Это гуссоверское понятие, жизненный мир, горизонт. Это же по поздней гуссоверке. А выворачиваемый метод уже... Я отвечу на вопрос. А как Антонов, он был, что-то... Ну, там, знаете, кем-то материалистом. Понятно. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Я говорил о том, что трансцендентализм представляется мне достаточно широкой позицией, которая может включать в себе как натуралистическую установку в качестве некого частного случая, так и другую установку. Установку критики, познания или фемиологическую установку. Поэтому я не вижу вот того жесткого противопоставления натурализма и трансцендентализма, который видят коллеги. В том, что касается той формы трансцендентализма, которая интересует меня, я считаю, что мы не обязаны жестко привязывать себя к одной из существующих форм трансцендентализма. Мы можем рассматривать порождение разных трансцендентально-философских схем и видеть общее в этих трансцендентальных философских схемах. Речь в общем случае идет об условиях возможности опыта. В случае фемиологической версии трансцендентализма речь идет о смыслонаделяющем условиях возможности опыта. Поэтому я не говорю, что нужно жестко работать только в рамках фемиологического трансцендентализма. Мне кажется, что можно, например, варьировать различные позиции в рамках трансцендентальной философии поняты очень широко. То есть можно одновременно работать в русле кантовского трансцендентализма. Определенный класс феноменов прекрасно анализируется в этом русле. Можно рассматривать определенный класс феноменов, которые раскрываются в фихтовском варианте, шеллинговском или филологическом варианте. Спасибо. Касательно замечаний. Вопрос в мой адрес. Я бы не хотел, конечно, свою генеалогию проговаривать философскую. Я имею в виду трансцендентализма здесь. Скажу только, что вы сейчас опираетесь на очень определенное истолкование позднего гусора. Мерло-Пантик, в частности, развитое, что гусорль от эпохе в понятии жизненного мира отказывается. Известные вещи. Историко-философски это ошибочная позиция, это давно и хорошо показано. То есть понятие жизненного мира эпохе никаким образом не отрицает. Единственное, что хотел бы сделать акцент на чем и на чем сам делал акцент сейчас. Это действительно базис позднего гусора. А есть еще одна важная область исследований. Это исследования, связанные с трансцендентальными функциями живого тела. В первую очередь у позднего Лангреба и у ряда других исследователей. И в этом отношении я опираюсь на эти исследования. И именно поэтому не пяди земли натуралистам. Не пяди. То есть трансцендентализм обладает потенциалом, который способен объяснять феномены чувственного восприятия и так далее. И это неплохо показано, хотя и схематично у позднего Лангреба и у его продолжателей, у целого ряда. Спасибо. Ну вот у Вас обаятельные покровительницы нашлись, которые растопили мое модераторское сердце. Потом пожалуйста. Самый последний, я надеюсь очень короткий. Здравствуйте. Я студентка СПДГУ. Меня зовут Людмила Музлаева и у меня натуралист там очень маленький вопрос. Вот смотрите, мне очень понравился Ваш доклад и мне очень нравится вот эта операция такая эмпирическая, давайте спросим. У меня вот вопрос, чтобы ответить каждому из нас, чтобы мы отнесли сознание, чтобы мы поняли сознание, нам нужно привести небольшой акт рефлексии и понять, что же мы готовы им назвать. И у меня вопрос, какой смысл приобретает рефлексивное действие в свете Вашей теории? Спасибо. Если честно, я не до конца понял вопрос, какой смысл в рефлексии, если мы ее не проведем, мы не сможем проговорить, что мы понимаем под сознанием. Мы проводим рефлексию и можем провести. Вопрос состоит в том, как вот эта рефлексия, как она понимается в свете натурализма? Ну, как один из процессов, которые во мне происходят, то есть и физически, и химически, как и все остальное, то есть, а смысл ее в том, чтобы прояснить для нас это понятие. То есть, если мы не проводим эту рефлексию, это понятие, возможно, остается для нас непроясненным. Ну, извините, я, может, как бы слишком кратко ответил, но пока так, смысл рефлексии над понятиями в их прояснении. Все, спасибо, вопрос у нас заканчивается, на этом, пожалуйста, реплики, пять минут, ну, желательно, чтобы это был предъявлен. Да. Нейтронизационалисты и натуралисты, они кратко выражаются, любят кратко выражаться, поэтому две-три, наверное, хватит. Ну, нет, нет, еще будут нейтральные слушатели выражаться, например, Наталья Андреевна, Петр Михайлович, Я надеюсь, на их совесть не подходит, ну, если пять минут, то пять минут. Наталья Андреевна, пожалуйста, давайте с вас. Я согласен с подвозь. Павел Фавитович. Мне, на самом деле, очень понравилось. Наталья Андреевна, явите себя, пожалуйста. Это технические здесь, просто записи я не могу носить, каждый раз ходить. На самом деле, у меня вопрос к Сергею. Сергей, скажите, пожалуйста, что ваши вопросы... Считайте, что это риторический вопрос. Две реплики в отношении Марии Александровны. Маша, по поводу Канта, принципиально не соглашусь. Дескать, отвлекается от опыта и начинает заниматься структурами сознания, цитирует, а вы так сказали, опыт сознания. Канта интересует опыт сознания, есть понятие опыта сознания. Это принципиально. И давайте тогда откроем просто введение в критику чистого разума, еще раз это прочитаем. И второе уточнение. Натуралисты говорят, мы не понимаем, что такое сознание, и мы будем этим заниматься. А вы, феминологи, уже понимаете. Ничего подобного. Феминология начинается с вопроса о том, что мы не понимаем, что такое сознание. Давайте с этим разбираться. Можете считать это нашей общей исходной точкой. Надо же нас нащупать что-то общее. Маш, мы о том всем вместе отвечаем. Можно я сейчас отвечу? Я хочу ответить по поводу Канта. Я потому что вижу, что это важно. Секундочку. Я не вижу. Да. Опыт сознания. Согласна. Но просто Кант говорит, что изучая опыт сознания, мы достигнем вот этих всеобщих структур. Ну, он говорит это. Он говорит, что это всеобщие формы чувственности, пространство и время. И никакое наблюдение опыта не будет у нас замедленной пространства. Он же не останавливается на плацентальной дедукции. Он же дальше пишет. Ну, не важно. Я бы хотела сказать, что он самый важный. Вам следующее слово будет. Короче, моя уточненная позиция, что в процессе анализа опыта сознания мы находим структуры всякого возможного опыта. Натурализм говорит, что мы никогда не найдем структуры всякого возможного опыта. Вот ответ. Не находим ваше, потому что сознание исходит только к рассуду. Сознание пока не рассудит. Все. Поэтому мы не находим. Влада Владимировна, представлю вам слово, пожалуйста. Я хочу сказать, что во-первых, натуралисты-герои. Это потому что они более или менее явно выдерживали здесь действительно по преимуществу огонь критики. Критика в отношении трансценденталистов была слишком мягкой. Поэтому все. Вы герои. Это мой первый и самый главный тезис. Второй тезис. На мой взгляд, философия начинается там, где преодолевается идеология. И если мы будем настаивать на различиях и говорить версус-версус, да и не искать общего, мы не перейдем в поле философии. В этом смысле, я согласна, что при этом мы обязательно должны преодолевать предпосылочность. И в этом смысле, как только мы говорим, что я предпосылочен, все, я в идеологии тогда не называй себя философом. На мой взгляд, в данной дискуссии были намечены несколько пунктов перехода от идеологии к философии. И это супер-классно. И эти несколько пунктов в словах свобода, в словах живое тело, в словах вот эта вот неизвестная до конца никогда вещь. Ну типа я нещерпаемая вещь называю это в своем языке. Мне кажется, что ход, который должен был бы сделать, ну и делается на самом деле отчасти со стороны трансценденталиста, это трансцендентализма, это ход от как бы живого тела к миру, в котором это живое тело. И в этом смысле это ход вот в это общее поле. То есть когда мы говорим о сознании как о том, что различающим образом бытийствует в мире через живое тело, это уже вот ход к тому общему. Почему к тому общему? Потому что мы здесь прикасаемся к тому опыту, который тоже имеют в виду натуралисты. Тоже, но в общем не совсем таким образом его понимают. Со стороны натурализма мне видится ход куда-то в глубину, если они преодолеют как минимум одну важную фишку, которая вот останавливает этот ход к философствованию. Почему быть автономным это быть отдельным от мира? Почему? То есть вот это прозвучало у Сергея Михайловича. Быть автономным можно только в мире. Это не значит отдельным от мира. И в этом смысле мы можем понять сознание, которое автономно в мире. И тогда у нас будет поле для уже общего разговора. А теперь три тезиса, почему я все равно страцентализм. То есть натуралисты-герои и здесь поле для общего разговора. Во-первых, потому что, на мой взгляд, все-таки они дают более отчетливое определение. С определением сознания как процесса в мозгу, вроде натуралисты, присутствующие здесь, от него так или иначе открестились. А другое определение было нечетким. А трансценденталистов я услышала как минимум два. Это сознание то, что дает доступ к миру. Мир без доступа, мир без сознания невозможен. И второе, это сознание то, что различает. И само различание. И в этом смысле, на мой взгляд, это определение, и это классное определение. Во-вторых, почему я с трансценденталистами? Потому что трансцендентализм, как говорил не раз Георгий, шире. А я бы сказала, он полон. И полон, потому что он рефлексивен. И есть три смысла важной рефлексивности. Во-первых, потому что он критикует предпосылочность. Однозначно. И вот к Марии Александровне. Беспредпосылочность не может оказаться предпосылочностью. Почему? Да потому что она не тезис, она опыт критики. А опыт критики никогда не может быть предпосылкой. Предпосылка – это тезис. В этом смысле здесь не может быть такого оборота. То, что было беспредпосылочным, становится предпосылочным. Второй пункт, почему трансцендентализм полон и рефлексивен. Помните вот этот момент, сознание – вещь наряду с другими вещами. Георгий сказал, да, сознание – не вещь. Даже если сознание – вещь, которая нам дана, то сознание и способ данности этой вещи. И в этом смысле это рефлексивность. Всегда для трансцендентализма. Даже если мы можем говорить о данности, то сознание – это то, что всегда и дано, и способ данности. А значит, это полнота и рефлексивность. Третий пункт. Трансцендентализм полон, потому что он говорит из субъекта говорения, самого говорения. Язык очень часто с этой стороны говорил «натуралисты – они». Язык с этой стороны никогда не говорил «трансценденталисты – они». Всегда говорил «трансценденталисты – мы». В этом смысле трансцендентализм – это позиция первого лица, искомая, Денисом. А натурализм – это позиция проблематичной позиции первого лица. И в этом смысле он не полон. Почему? Да потому что они-то первые лица. Они-то вот здесь живые, классные, умные, красивые. Но они вне того, о чем они говорят. Они себя не включили. Хоть они типа пытаются, то да, я физическая вещь, но может быть не только. Но все равно они вне, они круче, чем эта физическая вещь. Себя они не включили. Значит, их натурализм не полон. Ну и последнее. Почему я с трансцендентализмом? Потому что он исходит из понятия о свободе. Точнее, он исходит из опыта свободы. А те, кто говорят, что я вообще никогда не свободен, ну, в общем, мне с ними не о чем говорить. Ну, потому что они не говорят. Потому что они просто, ну, я не знаю там, поток нейронов. Что с ним говорить? Здравствуйте еще раз, я Антон. Я кратко хотел сказать со стороны, наверное, натуралистов. Но я не думаю, что буду продолжать какое-то противоречие, столкновение взглядов. Потому что это бессмысленно, по моему мнению. С другой стороны, я бы хотел заметить, что, например, представленная позиция Марии по поводу натурализма и связи с физикой, эмпирической наукой, она, это лишь одна опция того, как может быть представлен натурализм. С другой, то есть, если вы сейчас оппонировали вот людям, сидящим за этой партой, вы оппонировали конкретным мнением по поводу натурализма. Это очень важно учитывать. По поводу, значит, противостояния трансцендентализма и натурализма. И стоит ли преодолевать Канта и тому подобное. Вот я согласен с вами, Георгий. Мне кажется, ваша точка зрения, с ней можно искать союз в этом смысле. Потому что для современных натуралистов есть такие опросы. Вот, кто самый значимый философ? Дэвид Юм. Кто самый значимый философ? Нет, кто пробудил Канта от даграматического сна? Дэвид Юм. Что сделали эти двое философов? Я огрубляю для натурализма, для истосознания. Они отсекли рассуждения о сверхъестественных сущностях в рамках опции. Вот эти вопросы, трансцендентные, вынесли за пределы просто-напросто рассуждения. Вот, например, ваш вопрос про информацию, которая… Он бессмысленен. И это результат трансцендентальной философии. И этими плодами пользуется не только естествознание, но и натурализм. С другой стороны, когда говорится о том, что, вот вы говорили, Алексей, о том, что, значит, натурализм имеет основание в физике, он не имеет основание в физике, он имеет основание в трансцендентальной философии. Понятие причины имеет основание в феноменалистическом построении причины юма. Это подтвердит любой натуралист. С другой стороны, возможность того, что натурализм может апеллировать к эмпирическим данным, связана не просто с каким-то постулированием, а тоже с определенной трансценденталистской работой. Ведь если есть примеры трансцендентального анализа или трансцендентального представления феноменологические, есть примеры, которые нам являет Витгенштейн, на мой взгляд, это тоже пример трансцендентализма, да? Мы все с этим согласимся. И с другой стороны, мы вспомним, что вот Дэниел Деннетт, один из таких, или Чорчлинды, все вы знаете, они эмпирицисты, но не все натуралисты эмпирицисты. Но какие у них основания? Наука? Нет. Их основания – критика Куайна априорных высказываний и критика Крипке априорных суждений необходимости. Эти основания не являются эмпирическими, они являются в равной степени трансцендентальными. Поддержка современной натуралистической философии сознания и ее основания – это трансцендентальная философия. С другой стороны, вот другой пример, сознающий ум Древида Чалмерса. Нет там отсылок к современной физике. Это тоже пример не эмпирической работы. Это пример, наоборот, того, как мы можем расширить наше представление о физической реальности таким образом, чтобы в рамках натурализма сделать понятия осознания релевантными. Но понятие осознания в рамках натурализма не является абсолютистским. Натуралистическая парадигма не абсолютистская в этом смысле. И своими преимуществами обладает и феноменология. Вот, кстати, опять же о феноменологии. Большинство антифизикалистских аргументов – они феноменологические. Летучая мышь, инвертированный спектр, зомби – это феноменологические аргументы. То, что Сёрд говорит о том, что сознание субъективно, приватно и тому подобное. И что, если Денант говорит, что сознание – это иллюзия, и Сёрд замечает, что нет. Если сознание – это иллюзия, то какого статуса иллюзия? Это, опять же, феноменологический ход, это не ход натуралиста. То есть, я просто хочу сказать, что такого прямого противопоставления нет. Но чтобы эта дискуссия действительно была продуктивной, я бы, если будет потом какая-то другая серия, предложил бы обсуждать тот крестовый поход против кабинетной философии, которую предприняли Куайны Крипке. Вот. Это, мне кажется, было бы тогда очень важным. С другой стороны, ещё одно замечание по ходу, связанное с тем, что понятие натурализма исторически трансформировалось. Но неизменно в нём оставалось одно – понимание того, как отношения между вещами могут давать каузальную разницу. Эта проблема стоит в центре натурализма. Каузальные отношения, насколько мне это известно, и насколько я могу быть прав, в феноменологии вообще не являются предметом рассмотрения. Да, то есть, уж поскольку, например, Гусарль и философия арифметики заявляют, что его метод дескриптивный, здесь о каузации вообще не идёт речи. Вот. Ну, я закончу всё сумбурное выступление. Просто я хочу сказать, что здесь очень много всего интересного. Если будет за тема какая-то предметная дискуссия, да, то было бы… Да, кстати, вот про антинатуралистов внутри натуралистической философии сознания. Это Дэвидсон. Например, аномальный манист Дэвидсон. Да, да, это Дэвидсон. То есть, есть философы антинатуралистические среди его… Аналитики. Да, есть аналитики, которые верят, что концептуальная или кабинетная философия, она может противостоять эмпирициской натуралистической философии. Но при этом не… А, ну ладно, не буду там ещё много. Что можно сказать? Сергей Вякович, спасибо. Сергей Вякович. Я хотел сказать следующее. Вообще-то говоря, как бы мы здесь, нам все, мы как бы мы улыбаемся, все красивые люди, замечательные, всё как бы замечательно. Это не совсем так. А я сейчас покажу. А вот это я сейчас и сделаю. И дело в том, что натурализм, он не так безобиден, как его здесь как бы пытались представить героям и так далее. Я скажу, что это за герои. Дело в том, что натурализм имеет очень серьёзные последствия и имел очень серьёзные последствия до сих пор в конкретной области, не только среди философской среды, а в такой области, как медицина. И в связи с этим вот я хочу обратиться к человеку, да, Марии Александровне. Марии Александровне, да. И как бы попрошу вас, когда мы будем беседовать, да, смотреть мне в глаза. Я не боюсь вообще. Нет, ну конечно не. Да, был приведён пример. Я вот этого человека, которого проткнули стальным прутом, вообще-то говоря, я думал, как бы будет продолжение, продолжения не было. Продолжение очень печальное, вообще-то говоря. О нём вспомнили примерно через 70 лет. И была психиатрия, разработана практика, которая называлась лоботомия. Вы знаете, как она выглядит? Это очень простая вещь. Есть, нет, я вам напомню, нет, я прошу, как бы, да, нет, я хочу, как бы, нет, вы как бы смотрите мне в глаза, вы же натуралист, вообще-то, говорят, да? Нет, очень простая вещь. У нас здесь тюрия, а не медицинская практика. Нет, очень простая вещь. Вы берёте молоток, берёте игла, которая колет лёд, вы наставляете в глаз человеку, долбите там дырочку, и ваш ассистент, часть лобных долей, он принимает, это как бы, вот, это та практика, к которой приводит идеология натурализма, причём философская, минуточку. И, ну, понятно, сейчас от этого отказались, да, но я надеюсь, вы принимали участие в опытах по электрошоку, и вы стояли с человеком, стояли рядом, и накладывали на него вот эти вот электроды, смазывали, чтобы электрический ток проходил очень сильно, да, и нажимали кнопку. А что вы отворачиваетесь? Это было очень мило. Нет, это как раз, это как, вот, любопытно то, что они основывают свои методы именно на натуралистической позиции, и они абсолютно правы, вот, абсолютно правы. Я ещё не всё, я ещё не закончил. Но, но, идея о том, что, как бы, вот, борьба на уничтожение, она не получится, потому что за вами, и за вашей идеологией, и даже философской идеологией в медицине стоят огромные деньги, просто огромные деньги. То есть хиатрия – это просто огромные деньги. Это как бы о следствиях, которых вообще приводит натуралистическая позиция в отношении сознания. Теперь о физике. Я не знаю, какое у вас физическое образование, да, но я вас уверяю, как человек, закончивший, получивший физическое образование в университете, вы ни один феномен сознания не объясните ни одним физическим или химическим законом. Никогда. Ваше заявление о том, что вы в принципе в какой-то там будущей физике, не будет этого никогда. Просто это невозможно изначально. Даже биологи уже отказываются от физикалистского подхода. Биологи, биологи, я уже не говорю как бы сам о других. Вот в чём дело. Это в отношении. Теперь следующее. Отлично. Отлично. Ну да. Ну я потерпел. Четыре часа. Так вот. А теперь, что касается моего вопроса в отношении сознания. Вы знаете, меня немножко разочаровала подготовка, но тут как бы разочаровали обе стороны. Коллеги, ну вы как бы не владеете вообще исследовательской базой, которая проводится в рамках медицины с сознанием. Ну, проводится огромное количество опытов, которые показывают о том, что в человеческом сознании присутствуют элементы, которые он не может получить с помощью своего тела. Вообще. Не генетически, никаким образом. Это эксперименты, которые проводят до сих пор в Новосибирске в Институте экспериментальной медицины. Познакомьтесь, пожалуйста. Их возглавляет академик Российской академии наук Казначеев. Пожалуйста, познакомьтесь с опытами, которые проводятся в двух американских лабораториях, которые называются «Околосмертный опыт». Там просто доказывается о том, что человек после того, как завиксирована его физическая смерть, да, это как бы тело, да, он продолжает мыслить. Вот в чем, как бы, самый фокус. И вы эти опыты... Если есть время специальное за это, миллион, можно в Великобританию обратиться. Почему не получилось? Так вот, если вы хотите, эти данные открыты. Вы посмотрите эти данные. Проводились данные в Институте мозга в Москве по распознаванию геометрических фигур, которые человек просто не видит. Проводились анализы Добрияновым в Болгарии. Тоже об этом ничего. Я удивлен, вы... Ваш фактический материал, это наблюдение над самим собой. Коллеги, это вообще никакого отношения к науке не имеет. И это... Я просто удивлен вашей, как бы, низкой базой, да, фактической научной базой в отношении ваших заявлений. Спасибо за внимание. Спасибо. Сергей Витальевич, прошу вас. Плохо, в общем-то. Вот. На низкой мое мнение о прошедшей дискуссии давненько у нас на факультете таких интересных мероприятий не было. Хочу сказать, что диспутанты с обеих сторон проделали огромный титанический труд. Они так интеллигентно боролись друг с другом в этом диспуте, что умудрились от судей не получить ни одной желтой карточки, что очень похвально. Но я хочу сказать, что, конечно, когда мы говорим о натурализме, который действительно, как верно было отмечено, берет свое начало с Дэвида Юма, то вот упомянутый райл, да, или куань, который не был упомянут, они что делают? Они доказывают следующее, что вот эти акты ментальные, которые они трактуют преимущественно как лингвистические акты, сопровождающиеся определенными диспозициями и действиями, они сопровождают в качестве некого такого комментария неких внутренних актов вот этой обращенной к себе саморефлексии. Поэтому натурализм – это философия сознания, которая стремится избегать вопросов, связанных с самосознанием. И когда Сёрл поставил вопрос об аспектуальности, то есть эпистемологии от первого лица, это вызвало закономерный кризис в натурализме, который, на мой взгляд, сейчас не имеет серьезных каких-то творческих потенциалов для развития. Что касается трансцендентализма, то там вопрос о сознании, он неразрывно связан с идеей Когита, с идеей прежде всего того, что сознание обретается как форма самосознания. И в этом плане трансцендентализм не имеет равных в плане возвышенности. Когда мы говорим о духе, который достигает высот абсолютности, то тут ни одна философия в мире никогда не превзойдет трансцендентализм. Поэтому мне кажется, что натурализм больше согласован с здравым смыслом и логикой. Потому что натурализм позволяет сказать, что вот вес у человека от природы мышления, которое образовалось, ну пусть даже эволюционным путем, но это мышление, оно таково, что оно при умелом использовании приводит человека к прекрасному, возвышенному миру логики, миру чистых мыслей. И натурализм двигался теми философами, как упомянутый Дэвидсон или Куань, которые были вместе с тем гениальными логиками. И вот в этом смысле, когда, допустим, когда говорится о том, о животных, вот с чего начиналась наша сегодняшняя встреча, когда ко мне подбегает радостный лабрадор, я могу подумать, что он мне радуется, он меня даже любит. Когда я вижу кота, такого гордого, я ему приписываю это качество, хотя это моральное качество. И в этом смысле, мне кажется, что любая философия сознания – это некая форма создания символической проекции того, кто мы такие. И плоха та философия сознания, которая не будет ставить под вопрос само сознание прежде всего. И в этом смысле, мне кажется, что если отбросить вот эту действительно ложную идею критики мифа Декарта, которая была у того же Райла, и вот этот лингвистический идеализм, который стоит за натурализмом, то эта философия еще будет очень активно развиваться. А в свою очередь трансценализм в лице того же Хабермаса и некоторых немецких кругов очень активно сближается вместе с тем с позициями аналитической философии. Поэтому мне кажется, что будущее философии сознания за учением о некой сложности, изначальной сложности. Эта изначальная сложность неотделима от исторического, от символического прощения сознания и от некого самосознания, которое всегда в чем-то индивидуально окрашено. Поэтому я считаю, что диспут, который мы прослушали, закончился прекрасной ничью. Спасибо. Я выступаю из тех соображений, что выступил студент, поддерживающий больше натуралистов. Я слегка сперен, который поддерживает натуралистов. А я выступлю как тот, кто поддерживал изначально феноменологов и поддерживал не беспочвенно, так как все-таки обучаясь на факультете, волей-неволей сталкиваешься с теми и с другими трудами. И у меня есть глубокое убеждение, что в 20 веке, на 20 век выявил две школы, которые на данный момент я считаю самыми перспективными. Вот просто для изучения, для исследования, это вот феноменология и психоанализ. Ну это мое, это, чтобы сказать, дело вкуса, но и все-таки. И есть еще две вещи, которые я больше всего ценю в этой жизни. Это свобода и это честность. И в этом плане эти две категории, о которых я говорю, полностью и очень красиво выражают как раз-таки трансцендентализм и конкретно феноменология. И мне кажется, это немножко неправильно ругать представителей трансцендентализма за то, что у них какой-то феноменологический уклон. А какой еще это был последний трансценденталистский поворот, который такой самый крупный, то есть они унаследовали и Декарта, и Канта так, что просто это такая выжимка. И очень красивая. И самая главная причина, по которой я буду поддерживать их и дальше, это вот именно честность. Они никогда не станут утверждать то, в чем не уверены. И эта уверенность, она опирается на ту самую очевидность, критику которой мы услышали. Потому что эта очевидность, это вот то, что Декарт нам завещал, это ясное и отчетливое знание. Это та самая достоверность, которая нам нужна. Мне кажется, вот удерживать вот это требование для философов очень важно. Именно поэтому, как бы, я, конечно, хочу сказать, что закончилось замечательной ничьей, но в душе я так не считаю. Потому что я думаю, что действительно... Это честно, что выиграли. Да, потому что они выиграли не потому, что вот в данной схватке выиграли, они выиграли по определению. Вот для меня они выиграли, потому что они не могли не выиграть. Мы интернет-опрос устроим. Вот, спасибо. Игорь Николаевич, ну, последний, наверное, у нас какое-то уступление перед завершением. Коллеги, я хочу сказать две коротких вещи, никакого особенного глубокомыслия не могу произвести. Вещи тут следующие. Я, к сожалению, не удерживаю себя всеми силами от того, чтобы соотнестись содержательно с тем, что было сказано, потому что я опоздал на два часа с хвостиком и как-то, ну, целой картины не видел. Вот, поэтому тут этого не нужно делать. Но вы знаете, я что хотел сказать, что во всяком случае у меня сложилось впечатление, что дискуссия пошла правильным путем. Посмотрите, есть как бы дурной путь дискутирования, который состоит в том, что просто высказывается одна точка зрения, высказывается другая точка зрения, потом, так сказать, сравниваем, кто тут красивый, вот, и голосуем там, или проводим какой-то опрос, вот, и выносим решение. То есть, как бы не происходит столкновение по существу, точек зрения. А просто вот есть декларация с одной стороны, декларация с другой стороны, проголосовали, все понятно, пошли, значит, отдыхать. Мне кажется, что вот то, что произошло сегодня, происходило по некоторым другим правилам. А именно, каждая из сторон попыталась показать, каким образом моя точка зрения объясняет не только меня, мир, сознание, но также и другую точку зрения. Понимаете, что случилось, да? То есть, как бы происходил диалог с каждой из сторон по тем правилам, которые каждая сторона считает корректными. Но этот диалог включал противоположную точку зрения. Здесь неизбежно возможны шероховатости. То есть, в каких-то изложениях трансценденталисты не узнают себя. А в каком-то изложении физикалисты не узнают себя. И говорят, не-не, ребята, вы там поучите буквы сначала, а потом говорите, что вы нас понимаете. Но, тем не менее, вот все-таки общее направление было именно таким, как я сказал. И происходило, на мой взгляд, вполне успешно. И, на мой взгляд, это просто главное. Не важно даже, кто победил. Потому что, что такое победа, как ее, в принципе, выяснять, не очень понятно. Но то, что это происходило по самым правильным, на мой взгляд, образам, вот это главное. Ну, а вторая вещь, которую я хотел сказать совсем неглубокомысленно, состоит в том, что, мне кажется, что, опять-таки, сам факт этого собрания показал, кто из сторон прав. Вот смотрите. Когда я вошел в аудиторию, прошло уже два с хвостиком часа. Когда я вошел, вот я вам заявляю, кислорода внутри уже не было. Прошел еще час. Кислорода стало еще меньше. Потом прошло еще посл, в часах, после чего только была открыта форточка. Так я тогда должен сказать, если бы все происходящее было в функции мозга, то он бы отключился задолго до того, как была открыта форточка. Поэтому тут как бы и думать не о чем. Конечно, гордый дух, гордый дух как бы победил. Это совершенно очевидно. Он не отключился. Теперь заключительное стол нашим экспертом в обратном порядке, начиная с трансценденталистов. Ну что, запомним, что важно. Спасибо, особенно в плане дополнений, спасибо за риск, слегка спират, очень дельные ходы. Я их знаю слабо, но то, что я понял в сказанном, имело отношение к делу и с прямым делом. Теперь по существу. Благодарю противников и участников за дискуссию. В первую очередь противников. Во-вторых, касательно позиций и касательно аргумента к юмору, дело в том, что совершенно очевидно, что юмовский феноменализм вовсе не юмовская феноменология. Юмовский феноменализм имеет целый ряд вполне таких тяжеловесных предпосылок теоретико-познавательного сорта. Простейшая из них это апелляция, как само собой разумеющимся, к чувственным органам, аффектам и так далее. Я сейчас не буду цитировать места, ввиду такого завершающего характера реплики, хочу сказать главную. И ответ на реплику Лады об идеологии как раз. Натурализм базируется на логической ошибке. Логическая ошибка – это нарушение запрета на петицию принципием. А именно использование результатов, если мы берем теоретико-познавательный аспект, в чем смысл этого, в чем характер этого нарушения. Мы хотим прояснить, что такое познание, что значит постигать действительный мир. Это теоретико-познавательный аспект, позиция. Когда мы это делаем, мы начинаем апеллировать к тому, что у нас науки, действительный мир, какие бы то ни было, эмпирические, физика, действительный мир уже постигли. И апеллируем к тем конструктам, которые мы говорим, да, они помогают нам объяснять, объяснять сознание и так далее. Попросту говоря, мы в вопросе используем то, что стоит под вопросом. В этом отношении натурализм, позиция теоретико-познавательно-логически противоречивая, позиция первая. Позиция вторая, в социальном отношении формирующая ложный сорт единства, социальное единство на ложных основаниях. Третья, это позиция, которая, позиция постольку, поскольку она так или иначе, причем даже в изысканных версиях, прибегает к объективациям. Это позиция отчуждающая и отчужденная, это можно продемонстрировать в деталях, я сейчас просто не имею времени на это. Соответственно, позиция не только движущаяся в сторону собственно человеческого, но и уничтожающая свободу и человеческое. Ну, в этой связи ее философский конец, сколько бы она ни продолжала себя длить, мне кажется, в общем, очевидным. Она ничего не дает для ориентации в мире, кроме того, как запутывает в разных весьма изысканных формах. Точка. Спасибо. Я хотел бы обратить внимание всех на драматичную ситуацию, потому что на самом деле стороны не понимают друг друга, и слова обессмысливаются, трансформируются, и никакой реальной коммуникации не происходит. Но мы можем пытаться начать картографировать наши предрассудки относительно позиций другой страны, тематизировать и картографировать наши собственные предрассудки. И мне кажется, вот эту работу можно начать, и это может быть захватывающе. Может быть и безрезультатно, но захватывающе. Я не буду так рад, как Георгий, но постараюсь, чтобы кислород совсем не закончился. Во-первых, я тоже хочу поблагодарить, и даже не противников, а вот, мне кажется, коллег, все-таки я настаиваю. Я все-таки настаиваю, что мы тоже принадлежим к философскому лагерю, как бы это не нравилось, возможно. Поэтому я таким образом буду претендовать на то, что мы все-таки коллеги. И поблагодарить и тех, с кем мы дискутировали, и реплики из зала. Мне, вот если честно, мне понравилось все мероприятие. Поэтому, Андрей Борисович, вам тоже большое спасибо. Да, я думаю, это вот момент, когда... Спасибо. Поехали, что мы подходим. Теперь, когда я говорю, что... Ну, я по порядку, реплика Игоря Зайцева. Вот, когда вы сказали, что дух стал, торжествует над телом, когда у нас нет кислорода, мы продолжаем говорить. Вот, я все-таки настаиваю, чтобы кислород перекрыли окончательно и посмотреть, сколько дух будет торжествовать. Вот, сколько времени будет продлиться торжество духа. Ну, это так, это в качестве шутки. А потом, я хотел бы даже так же прокомментировать выступление Петра Михайловича. Мне вот, в общем, понравилась ваша острота, направленная на Марию Александровну. Вот, и я хочу сказать за это. Ну, единственное, мне кажется, вы допускаете следующую ошибку в аргументации, как говорите, что натуралисты виноваты в лоботомии. Точно так же я могу сказать, что антинатуралисты, допускающие одержимость бесами и колдовством, они виноваты, если вы антинатуралист, вы виноваты в том, что людей сжигают на медленном огне. И это будет примерно такого же порядка аргументация. Вот, я только это хотел сказать. По поводу, и еще я, прежде чем дальше переходить к умиротворяющим ноткам, последний, я бы хотел обвинить трансценденталистов в двойных стандартах. Потому что, или вот, Марию Александровну, может вы хотите это сделать? Я хочу обвинить сторонников трансцендентализма в двойных стандартах. И заметил я эту склонность, вот еще вчера, когда мы дискутировали с Ксенией. И сегодня это тоже неоднократно проявлялось. О чем я говорю? Что, вот, разговариваешь с рансценденталистом, он вроде понимает русский язык, нормально с тобой беседует. А потом, вот, говоришь, у тебя сестра взрослая, или там, они говорят, у меня сестра заболела. И, вроде, они тебя понимают, о чем ты с ним говоришь. А потом произносишь эти те же слова в дискуссии философской. И тут они не понимают, что ты говоришь. И абсолютно, вот, непонятно, что ты имеешь в виду. Все начинают делать вид, что вообще не имеют представления, о чем ты говоришь. Потому что философское знание должно быть беспредпосылочным. Июш, извините, я вот в качестве, ну, у нас все-таки диспут, я хочу какие-то контраргументы сказать. Когда говорят, что определение через взрослого, бодрствующего, здорового человека непонятно, в качестве альтернативы понятного определения, говорится, что сознание относится к действительности через определение того, что есть, что оно есть, и что сознание, это, где-то у Марии Александровны, да, дает доступ к миру. И вот в этом определении, конечно, мир, доступ, смысл, вот эти все слова нам понятны. Что значит слово взрослый, здоровый, мы не знаем. А что такое смысл, мир, действительность, мы, конечно же, все обладаем. У нас есть консенсус на эту тему. Я просто... Нет, я не слышал об этом не было. Все, коллеги, полемника закончится. Поэтому... Сейчас мурдак будет, я сейчас... Поэтому я хочу сказать, что в любом... Я просто еще раз хочу сказать, в любом определении мы используем какие-то слова. Все слова могут быть проблематизированы. А теперь, к точке зрения консенсуса, вот, и мне кажется, что вот Георгий, когда... В общем, мне кажется, что мы договорились до четкого определения того, что такое, что мы понимаем и под натурализмом, и под трансцендентализмом. Если не договорились до определения, то начали двигаться в сторону. Я хочу обратить внимание, что Антон действительно правильно говорил, что то, что говорили здесь я и Мария Александровна, это не представление всего натурализма. И это правильно, но если бы мы начали бы рассказывать здесь разные варианты натурализма, нас бы точно обвинили в шизофреническом раздвоении, расстроении сознания. Потому что невозможно все позиции, ну, вот, представьте, поэтому мы выбрали ту, которая нам ближе, и что-то про нее пытались сказать. И я еще раз благодарю всех, и особенно противников-коллег, мне было очень интересно. Так, я тоже тогда выйду за кафедру. Значит, я не буду оригинальной, я тоже хочу всех поблагодарить. Большое спасибо, и все, главное, что так долго готовы слушать это. Я просто не знаю, насколько я в восторге. И также благодарю Андрея Борисовича за организацию, и Сергея Михайловича, потому что вот это была их идея. Вот, и, конечно же, тех, кто специально приехал из Москвы, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. И вот Антон Кузнецов тоже приехал из Москвы, чтобы в нем поучаствовать. И большое спасибо вам, коллеги, это большая честь для нас всех, и для меня лично, что вот меня слушали. А вот, а что касается содержательного, конечно, я сейчас не могу ответить на все, что было сказано, потому что было сказано много. Вот. Тогда мне, если я не могу ответить на все, что было сказано, мне остается только сделать два комментария. То есть, во-первых, я согласна с Сергеем Михайловичем в том, что, и более того, в натурализме есть куча всяких разных подходов. И то, что вот сказал Алексей Эдуардович в конце, что вот он обвиняет, что натурализм ведет к плохим последствиям и так далее. Вот Петр Михайлович тоже про это говорил, что натурализм почему-то каким-то образом должен быть связан с лоботомией, электрошоком. Я надеюсь, что, как бы, естественно, я не думаю, что так легко кого-то переубедить, но я надеюсь, что может быть, вот, то есть я считаю, что нет, не связано. И я надеюсь, что такого рода дискуссия может показать, что натуралисты не обязательно должны быть сторонниками электрошока. Вот все, что я хотела сказать. Да, уважаемые коллеги, мы закрываем, наверное, на этом наше мероприятие, наконец-то. Да, остальное можно продолжить. Полемику в кулуарах, уже в более свободной форме.